Я тебя уверяю, дорогой друг, что в этом, наверное, вся французская идея. Здесь лучше можно понять, что такое историческая эпоха, в то время как на лекциях такие градации казались нам неестественными. Эта эпопея так прекрасна, что ты, как и я, счел бы, что слова больше ничего не значат. Роден и Майоль должны были воссоздавать посвященный ей шедевр из отвратительной, никому неведомой материи. Майоль арестит. 1861-1944. Французский скульптор. Столкнувшись с таким величием духа, я перестал вкладывать в Пуалю прежний смысл. Я перестал находить в этом слове какой-либо намек или что-то забавное, как, например, в слове Шуаны. Я чувствую, что это слово уже может войти в словарь больших поэтов, как слова Потоп, Христос или Варвары, которые были исполнены величия до того, как их стали употреблять Гюго, Виньи и другие. Виньи Альфред Виктор де 1797-1863. Французский романтик. Я хочу сказать, что сейчас самые лучшие — это люди из народа, рабочие, хотя здесь все герои. Беднягу Вагубера-младшего сына посла семь раз ранило, прежде чем он был убит, и всякий раз, когда он возвращался из похода целым и невредимым, у него был виноватый вид, словно он хотел сказать в свое оправдание, что его вины тут нет. Он был дивным человеком. Мы очень с ним сдружились. Несчастные родители получили разрешение приехать на похороны с условием не надевать траура и из-за бомбардировки ограничить прощание пятью минутами. Мать, эта корова, которую ты, наверное, знаешь, возможно, и была в сильном горе, однако это было незаметно. Но бедный отец был в таком состоянии, что, уверяю тебя, я, дошедший уже до полного бесчувствия, в силу привычки видеть, как голова товарища, только что желавшего что-то сказать, оказывается внезапно пробита осколком снаряда или вовсе оторвана от туловища, не мог сдержаться, увидев отчаяние бедного Вагубера, который был так жалок в эту минуту. Генерал напрасно говорил, что сын его погиб за Францию и что он вел себя героем. Это только усилило горе бедного отца, который не мог оторваться от безжизненного тела. Потом, и это к тому, что надо привыкнуть, кони не пройдут. Все эти люди, такие как мой бедный коммердинер, как Вагубер, остановили немцев. Ты находишь, быть может, что мы не сильно-то продвигаемся, но не следует спешить с выводами. В глубине души солдаты уже чувствуют себя победителями, как умирающие чувствуют, что все кончено. Теперь мы точно знаем, что победим, и мы хотим этого для того, чтобы навязать справедливый мир. Я не хочу сказать, справедливый только для нас. Справедливый как для французов, так и для немцев. Разумеется, испытание не способствовало развитию его ума. Так же, как недалекие и пошлые герои на побывке писали о войне, поднимаясь до уровня событий, ничего для них не значивших, верные своей банальной эстетике, правилам которой следовали и раньше, говоря, как и десять лет назад, об окровавленной заре и полете трепетном, победы и тому подобное, Сен-Лу, будучи и умнее, и тоньше, оставался верен себе и со вкусом описывал привал на опушке болотистого леса, словно речь шла об охоте на уток. Чтобы я мог составить представление о контрастах света и тени, добавлявших очарование рассвету, он припоминал какие-то любимые нами картины, не опасаясь сослаться на Ромен Рулана или Ницше, с независимостью фронтовика, лишенного страха к употреблению немецких имен, которым были охвачены тыловики, и с некоторым кокетством, цитируя врага, как, к примеру, было с полковником Дюпатида Кламом, когда, выступая в качестве свидетеля по делу золя, он продекламировал при Пьере Кияре, яром дрейфусарском поэте, с которым, впрочем, был незнаком стихи из символистской драмы последнего «Безрукая девушка». Ролан Роме, 1866-1944, был под подозрением из-за своего пацифизма. Дюпатида Кламм, 1853-1916, одним из первых обвинил Дрейфуса. Пьер Кияр, 1864-1912, светский хроникер-журналист. Если Сен-Лу писал о какой-либо мелодии Шумана, он упоминал лишь ее немецкое название, и Безобиняков говорил, что на заре, когда услышал на опушке первый щебет, был опьянен, как если бы ему пела птица из этого дивного Зигфрида, которого он надеется послушать как-нибудь после войны. Когда я во второй раз вернулся в Париж, на следующий же день я получил второе письмо от Джильберта, вероятно, забывший о первом, или, по крайней мере, забывший о смысле того, о чем писала прежде, ибо о своем отъезде из Парижа в этом письме она сообщала совсем иначе. — Вы, может быть, не знаете, дорогой друг, — писала она, — что вот уже скоро два года, как я в Тансон-Вилле. Я приехала в то же время, что и немцы. Все хотели удержать меня от поездки. Меня, вероятно, принимали за дурочку, как говорили мне. Вы в безопасности в Париже, и вы уезжаете в оккупированные области как раз в тот момент, когда все ищут возможности оттуда сбежать. Я не отрицаю, что все эти соображения были не лишены основания. Но что поделаешь, у меня есть только одно достоинство. Я не трусиха, или, если хотите, во мне есть преданность. И когда я узнала, что мой милый Тансон-Виль в опасности, мне не хотелось, чтобы на его защиту встал только наш старый управляющий. Я поняла, что мое место там. К тому же, благодаря этому решению, я смогла спасти не только замок, в то время как соседние, покинутые, обезумевшими владельцами, почти все до основания разрушены, но и драгоценную коллекцию, которой и так дорожил мой папа. Одним словом, теперь Жильберта была убеждена, что поехала в Тансон-Виль не за тем, как она писала мне в 1914 году, чтобы укрыться от немцев и быть в безопасности, но, напротив, чтобы встретить их и защищать от них свой замок. А, впрочем, немцы не останавливались в Тансон-Вилле, но через ее имение постоянно проходили их части, по численности намного превосходившие те, что вызвали слезы у Франсуазы. И Жильберта вела, как она писала, на этот раз от чистого сердца, фронтовую жизнь. В газетах о ее поведении отзывались с высочайшими похвалами, так что даже стоял вопрос о том, чтобы ее наградить. Конец письма был абсолютно точен. Вы не представляете, что такое эта война, мой милый друг, и какую важность приобретает какая-нибудь дорога, мост, высота. Сколько я думала о вас, о прогулках, благодаря вам, восхитительных, которые мы совершали вместе по всем этим местам, сегодня опустошенным. Думала в то время, когда жестокие бои велись за ту дорогу, тот холм, который вы так любили, и где мы так часто гуляли вместе. Вероятно, вы, как и я, не представляли, что темный Руссенвиль и скучный Мезеглис, откуда нам приносили почту и куда посылали за доктором, когда вы были больны, когда-нибудь станут знаменит. Так вот, мой милый друг, они навсегда обрели славу с тем же правом, что Аустерлиц или Вальми. Вальми французское селение, возле которого 20 сентября 1792 года французская армия разбила Австро-Прусскую и Раилийскую. Битва при Мезеглисе длилась более восьми месяцев. Немцы потеряли там более 600 тысяч солдат. Они разрушили Мезеглис, но они его не взяли. Дорожка в зарослях боярышника, которую вы так любили, и которую мы прозвали Боярышниковой тропинкой, где вы рассказали, что в детстве были влюблены в меня, когда, поверьте, я любил вас. Я не могу сказать, какое значение она приобрела. Огромное пшеничное поле, у которого она кончалась, это та самая знаменитая высота 307, на которую вы, должно быть, часто натыкались в сводках. Французы взорвали мостик через Вивону, который, как вы говорили, не пробуждал у вас воспоминаний, как вам того хотелось. Немцы навели несколько временных переправ. Полтора года они удерживали одну половину Комбре, а французы — другую. На следующий день после получения этого письма, то есть за два дня до того, как я слушал в темноте шум собственных шагов, снова и снова перебирая в памяти воспоминания, приехал с фронта Сен-Лу и уже на обратном пути забежал ко мне на две минуты. Само сообщение о его приходе сильно меня взволновало. Франсуаза хотела было броситься к нему в надежде, что он поможет освободить от службы робкого мальчика-мясника, который через год подпадал под призыв. Но сама поняла бессмысленность своей просьбы, ибо давно уже этот робкий мясник сменил место работы. То ли от того, что в лавке боялись потерять клиентов, то ли по простоте душевной, но Франсуазе сказали, что не знают, где теперь этот мальчик. К тому же, добавили доброходы, из него никогда не выйдет хорошего мясника. Франсуаза бросилась на поиски. Но Париж велик, мясные лавки бесчисленны, и, напрасно набегавшись, она так и не смогла найти своего робкого кровопускателя. Когда Робер вошел в мою комнату, я несмело приблизился к нему, испытывая что-то невероятное. Примерно то же чувство охватывает нас при виде смертельно больного, который, однако, еще встает, сам одевается и даже гуляет. Казалось? Казалось в особенности поначалу, ибо для оживших, в отличие от меня, неподалеку от Парижа, это стало привычным, а привычка отсекает у предметов, виденных много раз, глубокий корень впечатления и мысли, придающий им действительный смысл. Есть что-то жестокое в этих увольнениях. Во-первых, невольно говоришь себе, они не захотят вернуться на фронт, они дезертируют. И правда, они приезжали из мест, в реальность которых поверить было невозможно, потому что эти места были известны только по газетам, и мы не в силах были представить себе, что кто-то мог участвовать в столь грандиозных битвах и выйти из них всего лишь с контузией плеча. И они должны были возвратиться на эти смертельные рубежи, и то, что они объявлялись на мгновение среди нас, было невообразимо, переполняло нас нежностью, ужасом и ощущением причастности к тайне, словно мы вызвали души покойников. Покойники на мгновение представали перед нами, и мы ни о чем не осмеливались их спросить. Впрочем, скорее всего, они бы ответили, вы этого и представить себе не сможете, ибо все это настолько необычно, вырвавшиеся из ада в отпуск люди, живые и мертвые, души которых потревожил медиум, что единственным результатом соприкосновения с тайной становятся еще более сильные ощущения, если это вообще возможно, бессмысленности слов. Такой была и моя встреча с Робером, у которого был теперь шрам, произведший на меня более сильное и интригующее впечатление, чем след, оставленный на земле великаном. И я ни о чем не осмелился расспросить его, а он говорил мне самые простые слова. К тому же его слова не сильно отличались от тех, что говорились до войны, как будто люди, вопреки ей, остались такими, какими были тогда. Тон бесед был тот же, изменилась разве тема только и всего. Я понял, что в войсках он постепенно смог забыть, что Мурель вел с ним себя столь же нехорошо, как с его дядей. Однако он сохранил к нему большую привязанность и был охвачен внезапным желанием увидеть его снова, но откладывал встречу со дня на день. Я нашел, что будет справедливо по отношению к Жильберте не говорить Роберу, что он легко может найти Муреля у госпожи Вердурен. Я со стыдом сказал Роберу о том, как мало чувствуется война в Париже. Он ответил, что даже для Парижа это иногда довольно странно. Он упомянул налет цеперинов, случившееся накануне, и спросил меня, наблюдал ли я его, как некогда спрашивал о каком-нибудь изысканном спектакле. Нельзя не понять своеобразного шика во фразе типа «Это прелестно! Какая роза! Какая бредная зелень!» произносимой на фронте в момент, когда можно вот-вот погибнуть. Но за Сен-Лу такого не водилось, тем более здесь, в Париже, когда речь шла о незначительном налете, который, тем не менее, с нашего балкона в ночной тиши смотрелся, как внезапно разразившееся празднество со взрывами ракет, перекличками горнов, звучавшими не только для парада и тому подобное. Я говорил ему, как красиво было смотреть на самолеты в ночном небе. «Может быть, особенно красивы те, которые пикируют», — ответил он. «Я согласен, это необычайно красиво. В тот миг, когда они набирают высоту, когда вот-вот пойдут звеньями, повинуясь законам столь же точным, как те, по которым движутся звезды, это кажется спектаклем. А на самом деле эскадрильи, сгруппировавшись, исполняют приказ и заходят на преследование. Но разве не лучше та минута, когда они полностью сливаются со звездами, а некоторые отрываются, начиная преследование, или возвращаются после сигнала отбоя, минута, когда они устраивают свето-представление, так что даже звезды не остаются на своем месте. И эти сирены, не кажется ли тебе, что в них есть что-то от вагнеровой музыки? Что, впрочем, можно понять, как приветствие немцам, словно к их прибытию исполняется, так сказать, национальный гимн, а крон-принц и принцессы присутствуют в императорской ложе. Вах там, Райн! Это наводит на вопрос, авиаторы ли это, или же скорее взлетающие валькирии. Ему казалось, доставляло удовольствие уподобление авиаторов валькириям. Правда, он объяснял это чисто музыкальными причинами. Боже! Да ведь эта музыка-сирен явно из полета валькирий. Решительно необходимо, чтобы пришли немцы послушать вагнера в Париже. Впрочем, с определенной точки зрения такое сравнение было небезосновательно. С нашего балкона город выглядел угрюмо, черным и бесформенным чудовищем, неожиданно выползшим из недр и тьмы к свету и небесам. Авиаторы, один за другим, устремлялись на душераздирающий зов сирен, в то время как медленно, коварно и угрожающе, так что, казалось, приближается что-то невидимое и, может быть, уже близкое. Непрестанно перемещались лучи прожекторов, которые, чуя врага, охватывали его, пока самолеты не бросались к нему, чтобы уничтожить. И эскадрилья за эскадрильей. Авиаторы устремлялись из города, взметнувшегося теперь в небеса, словно валькирии. Однако небольшие участки земли возле домов были освещены, и я сказал Сен-Лу, что, будь он накануне дома, он мог бы, наблюдая небесное светопредставление, увидеть нечто подобное и на земле, как в погребении графа Оргаса Эль-Грег, где два плана параллельны. Это был замечательный водевиль, разыгранный персонажами в ночном белье. Все они по значительности своих имен заслуживали место в светских хрониках какого-нибудь последователя Феррари, сообщение которого так часто забавляли нас Сен-Лу и меня, что мы смешили друг друга, придумывая их сами. Феррари Франсуа, светский хроникер Фидоро. Так мы веселились и в тот день, словно не было войны, хоть повод был как раз с нею связан, боязнь цепелинов. Среди присутствующих очаровательная герцогиня Дагермант в ночной сорочке, неподражаемый герцог Дагермант в розовой пижаме и купальном халате и так далее и тому подобное. Я не сомневаюсь, сказал он мне, что во всех больших гостиницах носились по коридорам американские еврейки в Неглиже, прижимая к иссохшим грудям жемчужное колье, благодаря которому они рассчитывают выйти замуж за разорившегося граф. Отель Ритц в этот вечер должно быть походил на дом свободной торговли. Во фразе «Дом свободной торговли» содержится отсылка к водевилю Фейдо, поставленному в декабре 1894 года, о котором, судя по высказыванию автора, заходила речь во время его пребывания в Донсьере. «Ты помнишь наши разговоры в Донсьере? Какое было прекрасное время! Какая пропасть нас от него отделяет! Вернутся ли когда-нибудь эти дни из бездны, которую мы не в силах измерить, так же, как поднимаются в небеса омоложенные солнца, омывшись на дне глубоких морей?» Балкон из цветов зла Бодляра «Об этих разговорах стоит вспоминать не только из грусти», сказал я ему. «Я пытался проверить, в какой мере истинно то, о чем мы тогда говорили. Эта война перевернула все, и в особенности, как ты и говорил, само представление о войне. Но смогла ли она опровергнуть то, что ты говорил тогда, например, о наполеоновских баталиях, что они, где будут повторены в будущих войнах?» «Нисколько», ответил он. «Наполеоновские баталии повторяются постоянно, тем более в эту войну. Ведь Гинденбург — живое воплощение наполеоновского духа». Гинденбург Пауль фон 1847-1934 генерал-фельдмаршал 1914 с августа 1916 года начальник генштаба, один из самых удачливых военачальников, президент Германии с 1925 года. Несмотря на свое переизбрание, в 1932 году фактически передал власть Гитлеру. Молниеносное перемещение войск или такие его уловки, когда он, выставив лишь незначительное прикрытие перед одним из противников, обрушивает все объединенные силы на другого, как Наполеон в 1814 году, либо делает глубокие вылазки, вынуждающие противника удерживать силы на второстепенном фронте, как это было под Варшавой, благодаря чему обманутые Гинденбургом русские перенесли туда все силы и были разбиты на Мазурском Пуазерье. Или отступление, сходное с теми, с которых начались Аустерлиц, Арколь, Экмюль. Все это он унаследовал от Наполеона и перечень можно продолжить. Арколь, итальянская деревня близ Венеции, где 15-18 ноября 1796 года Наполеон разбил австрийцев. В Экмюле 22 апреля 1809 года Наполеон также одержал победу над австрийской армией. Молниеносное перемещение войск Это ж надо. Добавлю лишь, что если ты в мое отсутствие будешь пытаться по мере сил истолковывать события этой войны, не слишком доверяй Гинденбургу. Ты никогда не сможешь правильно заключить, что же он собирается делать. Генерал подобен писателю, сочиняющему пьесу, книгу, сюжет, который, благодаря своим неожиданным поворотам и тупиковым ситуациям, вынуждает его полностью отказаться от первоначального плана. Например, вылазка в тыл противника должна производиться только в пункте, имеющем самостоятельное значение. Представь, что она удалась вопреки всякому ожиданию, тогда как первоначальная операция потерпела поражение. В таком случае эту вылазку можно выдать за целую операцию. Я ожидаю от Гинденбурга чего-нибудь в наполеоновском духе, имея в виду задачу разделить противников, англичан и нас. Я спросил Сен-Лу, подтвердила ли эта война то, что мы говорили в Донсьере о баталиях прошлого. Эти два абзаца повторяют друг друга. В различных изданиях исключают то один, то другой. Мы следуем за теми, где оба сохранены. Я напомнил ему разговоры, им самим уже позабытые, например, о том, что в будущем генералы будут развивать стратегический и тактический успех, полученный в ходе повторения прежних баталий. Уловки, сказал я ему, практически невозможно в операциях, приготовленных загодя с такой артиллерией. И то, что ты мне сейчас сказал об авиационной разведке, а этого ты, очевидно, не мог тогда предвидеть, препятствует использованию наполеоновских хитростей. Как ты ошибаешься, воскликнул он, эта война, конечно, отличается от других и сама по себе состоит из цепи войн, каждая из которых отличается от предшествующих. Мы усваиваем новый прием противника, чтобы защититься от него, а противник обновляет свою тактику. Так же обстоит дело и во всех искусствах. То, что было прекрасным, остается прекрасным навечно, как и во всякой сфере человеческой деятельности, старые уловки всегда будут иметь успех. Должно быть, только вчера вечером толковейший из наших военных критиков написал, чтобы освободить Восточную Пруссию, немцы начали операцию могучей, отвлекающей атакой далеко на юге, под Варшавой, пожертвовав десятью тысячами человек для обмана противник. Когда они подготовили в начале 1915-го наступательную группировку эрцгерцога Евгения, то для того, чтобы отвлечь внимание от Венгрии, они распустили слух, что эта группировка предназначена для операции против Сербии. Подобным образом, в частности, в 1800-м, армия, которая должна была выступить против Италии, обычно упоминалась как резервная и, казалось, была предназначена не для перехода через Альп, а для поддержки армий, задействованных на северных театрах. Уловка Гинденбурга, атаковавшего Варшаву, чтобы замаскировать подлинное наступление на Мазурском поозерье, повторяет наполеоновский план 1812-го года. «Как видишь, господин Беду, повторяет мои слова, которые ты сам мне напомнил». Бедуанри, 1873-й, 1943-й, журналист. И поскольку война не кончена, такая тактика повторения будет удаваться, ведь угадывать смысл действий противника всякий раз практически невозможно, и то, что удалось однажды, удастся еще раз, коли это сгодилось, значит, будет удаваться всегда. И действительно, много времени спустя после этого разговора с Эн-лу, когда внимание союзников было приковано к Петрограду, столице, на которую, как ожидалось, немцы вот-вот начнут наступать, они подготовили мощнейшее наступление на Италию. Сен-лу привел много других примеров военного искусства, или, если считать войну не искусством, но наукой, примеров применения постоянно действующих законов. «Вряд ли можно сказать, что военное искусство это наука, здесь было бы противоречие», добавил Сен-лу, «но если признать, что существует военная наука, это значило бы признать, что существуют расхождения, споры, препирательства между учеными. Это противоречие существенно отчасти в порядке временном. И это хорошо, потому что в таком случае оно свидетельствует не о заблуждениях, но о движении к истине. Обратим внимание на то, как в этой войне относятся к возможности прорыва. Поначалу в такую возможность верят, затем вырабатывают доктрину о неуязвимости фронтов, после чего приходят к тому, что прорыв возможен, но опасен, что ни в коем случае нельзя продвигаться вперед, не уничтожив предварительно цель. Какой-нибудь решительный журналист скажет, что обратное утверждение есть величайшая глупость, какую только можно себе представить. Затем, напротив, что продвижение возможно даже после весьма слабой артиллерийской подготовки, затем приходит к тому, что необходимо пересмотреть доктрину о неуязвимости фронтов в войне 1870-го и к утверждению, что для настоящей войны это ложная идея, следовательно, ценность ее относительна. А ложной она стала в этой войне от того, что численность войск увеличилась и улучшилась техника, хотя прежде это наводило на мысль о том, что грядущая война, по-видимому, будет короткой, затем, что она будет весьма долгой и, наконец, снова возродила веру в возможность решительных побед. Беду приводят в качестве примера союзников на Сомме, немцев под Парижем. Так, при каждом успехе немцев, во-первых, говорят, местности и города ничего не значат, главная цель боевая мощь противника, затем немцы в свою очередь заимствуют эту теорию в 1918 и тогда беду неожиданно утверждают, будто некоторые жизненно важные пункты, некоторые существенные цели, если они завоеваны, определяют победу. Он, впрочем, грешит этим. Он указывал, что будь Россия закрыта у моря, она была бы разбита и что окруженной армией, оказавшейся словно в тюрьме, уготована гибель. Однако следует отметить, что хотя война и не способствовала умственному развитию Сен-Лу-Ум, его, прошедшей эволюцию, в которой не последнюю роль играла наследственность, обрел некий лоск, которого я прежде за ним не замечал. «Сен-Лу-Ум, расстояние было меж юным блондинам, любимцам шикарных женщин или стремившимся слыть таковым и говоруном, доктринером, безостановочно сыплющим словами». В другом поколении, другом ответвлении рода, подобно актеру, взявшему на себя роль сыгранную некогда Брессаном или Делоне, он словно стал наследником розовым, белокурым и золотистым, в то время как оригинал был двухцветным, весьма черным и совершенно белым, господина де Шарлю. Брессан 1815 1886 Делоне Луи Арзень 1826 1903 Societari Comédie Francaise Он вполне мог не соглашаться с дядей относительно войны, принадлежа к той части аристократии, которая ставила Францию превыше всего, в то время как господин де Шарлю был по сути пораженцем. Для тех, кто не видел создателя роли, Сен-Лу демонстрировал, как можно отличиться в амплуаре Зонера. — Кажется, Гинденбург это открытие, — сказал я ему. — Старое открытие, — метко ответил он, — или будущая революция. Надо бы вместо того, чтобы нянчиться с противником, не мешать Манжену разбить Австрию и Германию и европеизировать Турцию, а не черногорить Францию. Манжен Шарль, 1866-1925, генерал. В 1915 году, после оккупации Германии и Сербии, англо-французские войска высадились в Солониках, однако, ни к чему конкретному это не привело. В 1916 году Черногория была оккупирована Австрией. — Но нам помогут Соединенные Штаты, — сказал я ему. Помогли, объявив Германии войну 6 апреля 1917 года. В решающих боях в 1918 году американские войска приняли активное участие и сыграли важнейшую роль в разгроме Германии. Пока что я вижу только действия разъединенных государств. Почему бы не пойти на большие уступки Италии перед угрозой дехренизации Франции? Чтобы вывести Италию из Тройственного Союза и вовлечь в войну на стороне союзников, ей были обещаны некоторые территории Австро-Венгрии. 23 января 1915 года Италия объявила Австро-Венгрии войну. Если бы твой дядя слышал тебя, сказал я, в сущности тебя не слишком огорчили бы еще большие оскорбления в адрес папы и то, что он без всякой надежды думает о зле, которые могут причинить трону Франца Иосифа. Впрочем, говорят, что все это в традициях Тал-Ирана и Венского Конгресса. Венский Конгресс 9-го, 1814-го, 6-го, 1815-го. Конгресс глав и представителей практически всех государств Европы. Победителям были переданы некоторые территории. Франция лишилась приобретений. Тал-Иран Шарль Морис 1754-1838 выдающийся французский дипломат. Возглавлял Временное правительство после отречения Наполеона. На Венском Конгрессе представлял Францию в качестве министра Людовика 18-го. Благодаря ему были сохранены довоенные границы Франции. Им был основан Тайный Союз Европейских государств против России и Пруссии. Папа Бенедикт XV был сторонником Центральных Империй, чему способствовал австрийский католицизм. «Эпоха Венского Конгресса окончена», возразил он мне. «Секретной дипломатии нужно противопоставить дипломатию конкретную. Дядя мой, по сути, закоснелый монархист, и он проглотил бы своих карпов, как госпожа де Моле, или скатов, как Артур Мейер, лишь бы карпы и скаты были по-шамборски». Мейер Артур 1846-1924 журналист-издатель «Глотать карпов и скатов значит проглотить пилюлю, по-шамборски значит подюма, фаршированный рисом, на телячьем бульоне, гусиной печенкой и трюфелями, припущенные в шампанском и поданные впоследствии с трюфелями и дичью». Де Шарлю верной памяти графа де Шамбора 1820-1883 последнего представителя старшей ветви бурбонов поддерживал отношения с графиней де Моле и Артуром Мейером, поскольку он был монархистом. Из ненависти к трехцветному знамени «Я думаю, он примкнул бы скорее к красной тряпке, чем разжился чистосердечием белого флага». Из ненависти к триколору, то есть к республиканской Франции, он скорее готов был примкнуть к красному колпаку. Название революционной и антимилитаристской газеты «Фрегийский колпак» носили приверженцы революции 1789 года. Газету обвиняли в измене. Под белым флагом де Шарлю должен был капитулировать. Весь пассаж представляет собой иллюстрацию ипостаси Сен-Лу Говоруна. Разумеется, это были всего лишь слова Сен-Лу, не обладавшего даже отчасти той местами глубокой оригинальностью, которая отличала его дядю. Сен-Лу от рождения был столь же любезен и обаятелен, сколь барон недоверчив и ревнив. Роберт так и остался очаровательным и розовым под шапкой совершенно золотых волос, каким был Барбеке. Дядя уступал ему только в приверженности духу Сен-Жерменского предместия, который запечатлелся даже на тех, кто, согласно своим представлениям, уже совершенно освободился от него. Отпечаток этот вызывал уважение у умных людей неблагородного происхождения, чьи таланты всегда расцветали лишь в аристократической среде, что делало всякую революцию несправедливой, и в связи с этим наполнял их глупым самодовольством. Из такого смешения смирения и гордости, обретенных причуд ума и врожденной властности, господин до Шарлю и Сен-Лу, идя разными дорогами и обладая противоположными взглядами, с промежутком в одно поколение стали людьми, интересовавшимися всякой новой идеей, говорунами, которых никто уже не смог бы заставить замолчать. и человек заурядный нашел бы обоих и того и другого, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть, занудами или остриками. Снова и снова мысленно возвращаясь к встрече с Сен-Лу, я обродил, сделав довольно большой крюк. Я дошел почти до моста инвалидов. Фонари довольно малочисленные из-за немецких готасов зажглись слишком рано, потому что переход на летнее время был произведен тогда, когда еще очень скоро темнело, как батареи, которые в отопительный сезон отключают к определенной дате, и поверх города, освещенного как ночью с одной стороны неба, неба, не ведающего о летнем и зимнем времени, не соблаговолившего понять, что половина девятого стала половиной десятого, в одном краю светло-голубого неба еще догорал день. Над той частью города, где возвышаются башни Трокадеро, небо было похоже на огромное светло-бирюзовое море, за его отливом уже проступала легкая линия темных скал, и одни за другими виднелись рыбачьи сети легких облаков. Море было в эти минуты бирюзовым, и оно уносило с собой, ведь это было и вовсе незаметно, людей, увлеченных необъятным вращением земли, земли, на которой они слишком смешны, чтобы продолжать свои революции и никчемные войны, как та, что в этот момент заливала кровью Францию. Впрочем, пока глядишь на ленивое небо слишком прекрасное, не нашедшее нужным поменять расписание, голубоватыми мазками, вяло длящие поверх освещенного города затянувшийся день, подступает головокружение. Небо становится уже не распростертом морем, но вертикальной последовательностью голубых ледников. И башни Трокадеро, казавшиеся такими близкими, в легкой бирюзе, оказываются страшно далекими, подобно башням готического собора в каком-нибудь городке Швейцарии, которые издали видны на фоне горных отрогов. Я повернул обратно, но когда миновал мост инвалидов, город погрузился в ночь, и даже улицы были почти темны. натыкаясь то здесь, то там, на мусорные баки, сбившись с пути, сам того не подозревая, следуя машинально лабиринтам черных улиц, я оказался на бульварах. Город напомнил мне восток. Это ощущение повторилось, и стоило вспомнить о Париже эпохи директории, сменилось мыслями о Париже 1815-го. Как в 1815-м по улице вышагивали нестройные колонны в униформе союзников. Среди них были африканцы в красных шароварах, индусы в белых тюрбанах. Их было вполне достаточно, чтобы вместо Парижа, по которому пролегал мой путь, я мог представить себе какой-нибудь воображаемый восточный город, реальный в деталях, если иметь в виду костюмы и лица, и химерические в отношении обстановки. Так из города, в котором жил Карпаччо, создавал то Иерусалим, то Константинополь, расцветив его загадочно пестрой толпой, столь же цветистой, как это в Париже. Карпаччо Викторе около 1455-го, около 1526-го, венецианский художник. Я заметил, что позади двух зуавов, казалось, не обращавших на него никакого внимания, плелся крупный грузный человек в мягкой фетровой шляпе и длинном плаще. Я не смог бы сказать, с чьим именем могло сочетаться это лиловое лицо, именем какого художника или актера, славного бесчетными садомистскими похождениями мне следует его обозначить. Во всяком случае, я был совершенно уверен, что с этим прохожим я не знаком. Меня озадачило, что, когда наши взгляды встретились, он смущенно, но решительно остановился и подошел ко мне как человек, желающий показать, что скрывать ему нечего, и вы вовсе не застигли его врасплох за чем-то постыдным. Секунду я колебался, кто бы это мог быть? Это был господин де Шарлю. Можно сказать, что эволюция его болезни или революция его порока дошла до того предела, когда развитие слабой личности, отображавшей его собственные черты, было целиком подавлено проявлением всевозможных болезненных или порочных наклонностей, доставшихся ему по наследству. По велику возможно, господин де Шарлю отдалялся от того, кем когда-то был. Вернее, его личность покрывала тень человека, которым он становился, человека, схожего уже не столько с самим бароном, сколько со множеством других гомосексуалистов. И в первую минут, когда он на бульваре плелся за этими зуавами, он и показался мне одним из них, человеком, у которого из черт общих с господином де Шарлю, барином знатным и умным, творческим человеком, осталось только это общее всем им выражение лица. И теперь оно, по крайней мере, до того момент, пока не приложишь усилия всмотреться, заглушило все. Так на пути к госпоже Вердурен я встретил господина де Шарлю. И, разумеется, у нее-то я барона уже не встретил бы, как когда-то. Их ссора имела далеко идущие последствия, и даже нынешние события госпожа Вердурен использовала в целях его дискредитации. Она давно уже говорила, что он человек пошлый, конченый, что от всех его так называемых дерзостей несет старьем и посильнее, чем от пошлейших франтов. А теперь она осуждала его и все его выдумки, называя его довоенным. Война поставила межним и настоящим, по мнению ее узкого круга, препятствие, отодвинувшее его в мертвое прошлое. Впрочем, это адресовалось скорее политическому бомонду, хуже осведомленному. Она говорила, что де Шарлю фальшивка, человек с улицы, как по отношению к свету, так и в смысле его интеллектуальных возможностей. Он ни с кем не видится, никто его не принимает, говорила она госпоже Бонтан, которую легко умела убеждать. Впрочем, в этих словах была и правда тоже. Положение господина де Шарлю пошатнулось. Свет интересовал его все меньше и меньше. По капризности своей он рассорился с цветом общества и, памятуя о своей социальной значимости, гнушался чуть ли не всеми и жил в одиночестве, обусловленном в противоположность одиночеству покойной госпожи де Вильпаризи, не бойкотом аристократии, но причинами, воспринимавшимися публикой значительно хуже. Дурная репутация господина де Шарлю, общеизвестная теперь, наводила неосведомленных на мысль, что именно из-за нее никто с ним не встречается, тогда как он сам отказался от какого-либо общения. Так что то, что явилось порождением желчного нрава выглядело прямым следствием презрения людей по отношению к которым он давал волю этому нраву. С другой стороны, у госпожи де Вильпаризи была сильная опора, семья. Господина де Шарлю отделяли от семьи многочисленные скандалы. Впрочем, родственники представлялись ему, особенно родственники из старого предместия Курвазье, людьми неинтересными. Он и не подозревал, хотя в противоположность Курвазье посвятил много времени искусству, что, к примеру, в нем самом такого-нибудь Бергота больше всего интересовала именно его родственность старому предместью, и что именно благодаря этой родственности Бергот смог описать ту слишком провинциальную жизнь, которую вели его кузины на улице Де-Ла-Шес вместо Пале-Бурбон и улицы Гарансьер. Затем, встав на другую точку зрения, не столько отвлеченную, сколько практическую, госпожа графиня Моле, которая повиновалась скорее здравому смыслу, чем злопамятству. «Да нет, же он пруссак», возразила хозяйка салона. «Говорю вам, я это знаю, он много раз повторял, что он наследственный член палаты дворян Пруссии и его светлость». Однако королева Неаполитанская говорила мне, «Как вы не знаете, что она гнусная шпионка?» воскликнула госпожа Вердурен, явно не забывшая, как свергнутая монархиня однажды выказала ей свое презрение. «Мне это известно абсолютно точно, она только этим и живет. Если бы наше правительство было поэнергичней, все они оказались бы в концентрационных лагерях». «Ну что вы! Во всяком случае, вам бы лучше не посещать это веселое общество, потому что мне известно, что министр внутренних дел уже приглядывает за ними, и вы можете оказаться под подозрением. Никто не сможет переубедить меня в том, что целых два года де Шарлю у меня шпионил». Вероятно, сообразив, что обстоятельства создания ее салона вряд ли могли представлять интерес для германского правительства, госпожа Вердурен, кротко и расчетливо, зная, что ценность изреченного увеличится, если она не повысит голоса, сказала, «Скажу вам, что с первого же дня я говорила мужу, что-то мне не нравится, как этот господин ко мне прокрался, что-то это подозрительно». У нас было поместье в глубине залива на возвышенности. Немцы наверняка завербовали его, чтобы подготовить там базу для их субмарин. Все это тогда удивляло меня, но теперь-то я понимаю. Так, поначалу он не захотел приезжать на поезде с другими моими верными друзьями. Я из вежливости предложила ему комнату в замке. И нет же, он предпочел остановиться в Донсиере, где было очень много войск. От этого так и несет шпионажем. Что касается первого обвинения, выдвинутого против барона де Шарлю, обвинения в старомодности, светская публика легко признала правоту госпожи Вердурен. Это было проявлением неблагодарности, потому что господин де Шарлю в какой-то мере был ее поэтом. Он умело наполнял светскую жизнь поэзией, через призму которой рассматривал историю, красоту, живописность, комическую и фривольную элегантность. Но свет не дорос до такой поэзии. Он не видел ее в своей жизни и предпочитал изыскивать где-то в другом месте. Гораздо выше господина де Шарлю в стае людей, бесконечно ему уступавших, но умевших говорить о своем презрении к свету и, помимо того, исповедовавших социологические теории и политическую экономию. шарлях. Шарлю самозабвенно пересказывал какие-то характерные словечки, описывал подчеркнуто элегантные туалеты герцогини де Монморанси, называя ее бесподобной женщиной. Их светские дамы сочли его законченным дураком, ибо они полагали, что герцогиня де Монморанси скучная бестолочь, а ее платья не имели никакой эстетической ценности, в то время как сами светские дамы были много умней и бегали то в Сорбонну, то в палату, если выступал де Шанель. Де Шанель Поль 1856-1922 Президент Республики с февраля по сентябрь 1920 года Одним словом, светская публика разуверилась в господине де Шарлю. Но не потому, что раскусила его, а потому, что никто никогда не отдавал себе отчет в его редком уме. Считалось, что он довоенный, немодный, ибо оценить заслуги менее всего способны те, кто судит по указке моды. Они не только не использовали, но даже не смогли распознать достойных людей из одного поколения, и теперь им следовало осудить их всех огульно, ибо таковы были правила нового поколения, которые тоже в свое время не добьется понимания. Что касается второго обвинения в германофильстве, то склонные к здравым суждениям люди света отклонили его. Зато в лице Морреля такое обвинение обрело неустанного и на редкость жестокого пропагандиста. В газетах и даже в свете Моррель удержал за собой место, которое господину де Шарлю с таким трудом удалось для него заполучить, а немного позднее, с которого ему не удалось Морреля согнать. И преследовал барона с ненавистью, тем более несправедливый, что, каковы бы ни были его с ним отношения, Моррель лучше других знал о его глубокой добросердечности. Господин де Шарлю проявил по отношению к скрипачу такое великодушие, такую чуткость. Он продемонстрировал такую неукоснительную готовность сдержать слово, что после того, как скрипач расстался с ним, он вспоминал не о его пороке, тем более, что воспринимал этот порок как болезнь, но о человеке самых возвышенных идей из всех, кого довелось встретить, о человеке необычайной чувствительности, чуть ли не святом. Он и сам не отрицал этого, и уже поссорившись с бароном, искренне говорил родным, вы можете доверить ему своего сына, он повлияет на него только в лучшую сторону, так что, когда он старался статьями причинить ему боль, он знал, что глумиться не над пороком, а над добродетелью. Незадолго до войны в статейках, предназначенных для тех, кого называют осведомленными, он принялся очернять господина де Шарлю. Одну из них озаглавленную «Злоключение старухи в преклонные лета баронессы госпожа Вердюрен приобрела в пятидесяти экземплярах, чтобы дарить знакомым, и господин Вердюрен, провозглашавший, что и Вольтер бы лучше не написал, читал ее вслух. Во время войны тон статей изменился. Разоблачалась не только извращенность барона, но и его так называемое германское происхождение «Фрау Бош», «Фрау фон Бош» стали привычными прозвищами господина де Шарлю. Один краткий отзыв в стихах был назван как танец Бетховена «Алеманда». Затем последовали две навеллы «Дядя из Америки и тетя из Франкфурта». и «Ют», гранки которых читали в Солоне и которые вызвали радость самого Брешо, восклицавшего лишь бы только великая и могучая дама «Анастасия» не выморала нас. Анастасия в 1914-1918 годах так обозначали цензуру. Сами по себе статьи были несколько умней этих глупых заголовков. Их стиль восходил к Берготу, но, может быть, это понимал только я один, и вот почему. Сочинения Бергота не оказали на Мореле никакого влияния. Оплодотворение было совершено столь изысканным и неповторимым образом, что только по этой причине я о нем здесь расскажу. Я уже говорил о присущей Берготу особенной манере речь, о том, как он подбирал слова и произносил их. Морель, давным-давно повстречавшийся с ним у супругов Сен-Лу, тогда же исполнил несколько подражаний, совершенно изменив голос и употребляя те же уловленные им слова. Теперь Морель имитировал разговоры Бергота в письме, но он не стал их транспонировать, как это было бы у самого Бергота. Так как с Берготом мало кто общался, этот отличный от его стиля тон никто не узнавал. Устное оплодотворение — явление такое редкое, что мне захотелось здесь его описать. Впрочем, от него рождают столько бесплодные цветы. Морель служил в департаменте печати и счел, ибо французская кровь бурлила в его жилах, как молодое комбрейское вино, что во время войны числятся при департаменте дело несколько несерьезное, и в конце концов добровольцем пошел на фронт, хотя госпожа Вердурен приложила все усилия, чтобы убедить его остаться в Париже. Разумеется, тот факт, что господин де Камбромер в его Толита числился при штабе, вызывал ее возмущение, и поскольку о любой персоне, не посещавшей салон, она спрашивала, как это они все находят способы уклоняться от службы в армии, если в ответ ей говорили, что вот этот-то как раз с первого дня на передовой, она возражала, не колеблясь перед необходимостью лгать, а быть может и с привычки к самообману, а вот и нет. он так и сидит в Париже и занят такими опасными делами, как, например, прогулки с министром, это я вам говорю, я-то уж знаю, мне рассказывали те, кто его видел. Наверных, впрочем, это осуждение не распространялось, она не дозволяла им уехать, считая войну великой скукой, благодаря которой они могут дать деру, она прилагала все усилия, чтобы остановить их, это доставляло ей двойное удовольствие встречаться с ними за ужином, и, когда они еще не пришли или уже ушли, поносить их за бездеятельность. Но надо было, чтобы верный попался на этот крючок, и она приходила в отчаяние, наталкиваясь на высказываемую Морелем строптивость. Для вас бой идет в редакции, и этот бой поважнее, чем иные настоящие бои. Необходимо быть на своем месте, принимать участие в войне деятельное, то есть оставаться там, где вы нужнее всего. Бывают солдаты и уклонист, но вы-то солдат, и не боитесь, все об этом знают, никто вас ни в чем не упрекнет. Примерно так же, в несколько иных обстоятельствах, когда мужчины все-таки не были так редки, и она еще не была вынуждена принимать у себя главным образом женщин. Если у кого-нибудь умирала мать, она без стеснения уверяла, что это горе не мешает продолжать посещать ее салон. горе таится в сердце. Если бы вы собирались на бал, балов она не давала, я первая бы отговаривала вас, но здесь, на моих средах или в бенуаре, это не может никого шокировать, ведь всем известно, в каком вы горе. Теперь мужчин стало мало, траур носили чаще, и это уже не мешало выходить в свет. Война была всюду. Госпожа Вердурен цеплялась за оставшихся. Она хотела убедить их, что они принесут больше пользы, оставаясь в Париже, как некогда убеждала их, что умершим близким было бы приятно знать, что они позволяют себе слегка поразвлечься. Все же у нее бывало маловато мужчин. Может быть, она даже иногда жалела, что рассорилась с господином де Шарлю и что этот разрыв был таким необратимым. Но хотя они больше не встречались, госпожа Вердурен по-прежнему устраивала приемы. А господин де Шарлю предавался своим радостям, словно ничего не изменилось, с некоторыми, правда, небольшими изменениями. Например, Котар у госпожи Вердурен сидел в униформе полковника из острова мечты, довольно схожей с формой гаитянского адмирала. Большая голубая лента напоминала о ленте детей Марии. Господин де Шарлю, живший в городе, откуда предмет его был их предпочтений, зрелые мужчины уже исчезли, поступил, как некоторые французы, которые на родине питали склонность к женщинам, но потом переселились в колонии. Поначалу из необходимости, а затем войдя во вкус, он приобрел привычку к маленьким мальчикам. Остров мечты спектакль в опера комик Дети Марии католический приют для девочек. К тому же первая из этих характерных черта довольно быстро изгладилась, ибо Котар вскоре умер, достойно встретив врага, как написали газеты, хотя он не покидал Парижа и на самом деле просто несколько переутомился. Вскоре за ним последовал и господин Вердурен, смерть которого огорчила, надо думать, только Эльстира. Мне довелось изучать его работы и вполне беспристрастно их оценить. По мере того, как он старел, он все больше привязывался к обществу, где находил натуру, и после, преобразовав увиденное алхимией впечатлений в произведение искусства, в том же самом обществе обретал почитателей. Он все сильнее склонялся к материализму, полагая, что прекрасное скорее таится в самих вещах. Так поначалу он обжал в госпоже Эльстир несколько грубоватый тип красоты и преследовал, пестовал этот тип в своих полотнах и гобеленах. Со смертью господина Вердурена казалось, исчез один из последних представителей социальной среды, среды обреченной, так же быстро отцветающей, как и ее составная часть мода. Эта среда облюла преемственность в искусстве и выступала гарантом его подлинности. Так революция, погубившая изящество XVIII века могла привести в отчаяние художника галантных празднеств, так огорчило баринуары исчезновения Монмартра и Мулен де Ла Галетт. Но более всего удручало то, что вместе с господином Вердуреном исчезло зрение и восприятие, обладавшее свойством точно видеть живопись, в какой-то мере именно в любящей памяти этих глаз его живопись и запечатлевалось. Мулен де Ла Галетт. Открытые кафе на Монмартре, а также знаменитая картина Ренуара «Бал в Мулен де Ла Галетт. 1876 год». Конечно, появились новые люди, и они тоже любили живопись, но это была другая живопись. Они не получили, как сван и господин Вердурен уроков вкуса Уистлера, уроков истины Моне, благодаря которым только и можно было по достоинству оценить творчество Эльстира. Так что со смертью господина Вердурена он яснее ощутил свое одиночество, хоть и давно рассорился с ним. Эльстир понимал, что с этой смертью, смертью частицы сущего, что-то неуловимо улетучилось из его творений, и даже что-то оказалось навсегда утраченным в размышлениях о прекрасном. Что касается тех изменений, которые претерпели услады господина де Шарлю, то они в систему не перешли. Поддерживая бесчисленные связи с фронтами, он не испытывал недостатка в зрелых отпускниках. Когда я верил тому, что говорят, я подвергся бы сильному соблазну, услышав, как Германия, Болгария, а за ними и Греция, объявляют о своих мирных намерениях. Однако с тех пор, как жизнь с Альбертиной и Франсуазой научила меня подозревать о существовании задних мыслей и планов, которыми они и не думали со мной делиться, я уже не мог позволить ни одному на первый взгляд правдивому слову Вильгельма Второго, Фердинанда Болгарского, Константина Греческого обмануть мою интуицию, прозревавшую их козни. Фердинанд Первый Кобургский 1861-1948 Царь Болгарии в 1908-1918 годах Пассаж с одной стороны показывает общность домашней и геополитической жизни и вместе с тем представляет образчик прустовского юмора, иронического отношения ко всякого рода большим процессам. Козни Вильгельма Второго типически подчинены выше кропотливо описанной механике лжи Альбертины и полумифическим установкам Франсуаза. Автор поднаторев в ссорах с возлюбленной и кухонных разборках со служанкой становится, если и не фактически, то хотя бы потенциально высококлассным профессионалом мировой политики. Несомненно, мои раздоры с Франсуазой Альбертины были частыми раздорами, затрагивающими жизнь лишь маленькой одухотворенной клетки человек. Но так же, как существуют тела животных и тела людей, существует и соединение клеток, и каждое тело по сравнению с одной клеткой велико, как Монблан. Точно так же существуют громадные скопления организованных индивидов, называемые нациями. Их жизнь только увеличенно повторяет жизнь их составляющих. И кто не способен понять тайну реакции законы этих составляющих, станет произносить пустые слова, если возьмется говорить о борьбе наций. Но если он поднаторел в психологии индивидов, объединенные и противостоящие друг другу колоссальной массы живых существ обретут в его глазах более мощную красоту, чем красота борьбы, рождающаяся из столкновения всего лишь двух характеров. Он увидит их в масштабе, в котором даже крупные человеческие особи выглядят инфузориями. Так что для того, чтобы заполнить всего кубический миллиметр, их потребно более десяти тысяч. Так на протяжении последнего времени огромные фигуры Франции, заполненные по всей площади миллионами крошечных самых разных многоугольников и фигуры Германии, заполненные еще большим числом многоугольников, дважды противостояли друг другу. С этой точки зрения тела Германии и Франции, тела союзников и врагов в таком-то смысле вели себя как индивиды. И удары, которыми они обменивались, подпадали под правила того бокса, о котором мне рассказывал Сен-Лу. И от того, что, даже если рассматривать их в качестве индивидов, они были гигантами составными, ссора приобретала необъятные и сказочные размеры. Она была подобна восстанию миллионов волн океана, пытающихся разбить вековую границу прибрежных скал. Она походила на гигантские ледники, пытающиеся медленными и сокрушительными колебаниями разбить горные отроги, на которых они расположились. Но вопреки всему жизнь большинства лиц, затронутых в этом повествовании, по сути не изменилась. Особенно жизнь господина де Шарлю и вердюренов, словно немцы и не были так близко от них. Это тревожное постоянство, хоть и перешедшее уже в цепенение, ибо нависшая опасность оставляет нас совершенно равнодушными, если мы не осознаем ее. Люди по-прежнему стремились к удовольствиям, даже не помышляя, что если бы этиолирующее и умеряющее воздействие внезапно прекратилось, деление инфузории достигло бы необыкновенных величин. То есть в течение нескольких дней мог произойти выброс, равный многим миллионам лье, что превратило бы кубический миллиметр в массу в миллион раз, превосходящую Солнце, одновременно уничтожив кислород и необходимые для жизни вещества, и больше не было бы ни человечества, ни животных, ни земли. Либо, не помышляя, что непоправимая и более чем вероятная катастрофа в эфире может быть вызвана неистовой и непрерывной активностью, сокрытой видимой незыблемостью Солнца, они предавались бы своим делишкам, не думая о других мирах. Один из которых слишком мало, второй слишком велик, чтобы предзнаменования из космоса, нависшие над нами благодаря им, стали заметны. Своего рода профетически-эсхатологическое предупреждение тем не менее поддается толкованию. Люди, не помышляющие о возможности отмены этиолирующего, затеняющего воздействия, это упомянутые выше господин де Шарлю, а уповающие на видимую незыблемость Солнца, упомянутые после де Шарлю Вердюрены. Так Вердюрены давали ужины, вскоре одна госпожа Вердюрен, так как господин Вердюрен умер некоторое время спустя, а господин де Шарлю предавался удовольствием, почти не помышляя, что немцы были, их остановил постоянно обновляющийся барьер из плоти и крови, в одном часе автомобильной езды от Парижа. Вердюрены, правда, об этом думали, по той причине, что у них был политический салон, и там каждый вечер обсуждалось положение и армий, и флота. Они рассуждали об этих гекатомбах убитых солдат, потопленных пассажиров. Но некое обратное вычисление до такой степени умножает то, что затрагивает наше благополучие и сокращает с помощью такого большого делителя то, что его не касается, что смерть неизвестных миллионов не слишком огорчает нас, так что дуновение ветерка способно причинить большее огорчение. Госпожа Вердюрен мучила, что она уже не может избавиться от мигрени с помощью рогалика, пропитанного кофе с молоком. Но в конце концов она выбила у Котара рецепт, благодаря которому смогла заказывать рогалик в ресторане, о котором мы уже рассказывали. Добиться такого от общественных властей было почти так же сложно, как звание генерала. Она приняла первый рогалик тем самым утром, когда газеты сообщили о гибели Лузитании. Завтрак госпожи Вердюрен состоялся 9 или 10 мая 1915 года. Все еще окуная рогалик в кофе с молоком, щелкая по газете, чтобы она держалась широко раскрытой и ей не пришлось отрывать вторую руку от тюри, она сказала «Какой ужас! Это превзошло кошмарнейшие трагедии, но смерть всех этих утопших должно быть представлялась ей величиной невероятно малой, ибо произнеся еще с полным ртом эти безутешные слова, она сохранила на лице выражение, появившееся вероятно от вкуса рогалика, столь действенного при мигрениях, и это было выражение сладкого удовлетворения. Что до господина до Шарлю, то с ним дело обстояло несколько иначе, правда еще хуже, ибо он не только не находил в себе сил страстно желать Франции победы, но даже сам себе, не признаваясь в этом, желал если не триумфа Германии, то по крайней мере того, чтобы она не была уничтожена, как всем этого хотелось. Причина заключалась в том, что в ссорах совокупности индивидов, именуемых нациями, в определенной мере они ведут себя как личности. Их логика таится глубоко внутри и постоянно переплавляется страстью, как логика людей, столкнувшихся лицом к лицу в любовной или домашней ссоре, ссоре сына с отцом, кухарке с хозяином, жены с мужем. Виновный меж тем считает себя правым, как это было в случае Германии, и тот, кто прав, выдвигает иногда по ходу правого дела аргумент, который ему кажется неопровержимым только потому, что они отвечают его страстным желанием. В таких ссорах убежденность в полной правоте не важна ни одной из сторон. И надежнее всего считать себя именно правым, ибо сторонние наблюдатель никогда целиком ни одной из сторон не поддержит. Правда, применительно к нациям индивид, если он действительно составляет часть нации, является всего лишь клеткой нации индивида. Оболванивание словечко лишенное смысла. Оболванивание так обозначалась пропаганда. Если бы французам сказали, что Франция вот-вот будет разбита, ни одного из них не охватило бы такое же отчаяние, как при известии, что он будет убит Бертой. Берта Крупп была дочерью Круппа, известного немецкого фабриканта. Одно из его дальнобойных детищ было названо Гросса Берта. С марта 1918 года немцы обстреливали Париж. Настоящее оболванивание производится собственными силами посредством надежды. И в этом проявляется инстинкт сохранения нации, если речь идет о настоящем члене нации. Чтобы пребывать в слепоте относительно несправедливости индивида Германии или чтобы всегда быть уверенным в справедливости индивида Франции, немцу не надо терять чувство справедливости, а французы его обретать. Достаточно стать патриотом. Господин де Шарлю обладал редкими духовными качествами, состраданием, великодушием, способностью испытывать привязанность к самопожертвованию, но в порядке компенсации, по разным причинам, среди которых должно быть следует указать на его мать, герцогиню Баварскую, он не мог быть патриотом. Он был одновременно плоть от плоти Франции и Германии. Если бы и я был лишен чувства патриотизма и не ощущал себя клеткой тела Франции, быть может, я осудил бы об этом противостоянии несколько иначе. В детстве, когда я исправно верил тому, что говорили, я бы, конечно, услышав чистосердечные заявления германского правительства, не поставил их под сомнение, но теперь, когда прошло столько лет, я узнал, что мысли не всегда согласуются со словами. Я не только однажды открыл для себя из лестничного окна такого Шарлю, о существовании которого даже не подозревал, но еще и на примере Франсуаза, а затем и, увы, Альбертины, узнал, как обнаруживаются намерения, прямо противоположные произносимым словам, и, будучи сторонним наблюдателем, я не позволил бы ни одному на первый взгляд справедливому слову императора Германии или короля Болгарии обмануть мою интуицию, угадывавшую, как в случае с Альбертиной, их тайные замыслы. Но, в конечном счете, сейчас я могу только предполагать, что было бы со мной, не будь я тоже актером, не будь я частью актера Франции, ибо в ссорах с Альбертиной мой грустный взгляд и опущенные плечи участвовали в игре. Я был страстно заинтересован в своем деле, и я не мог достичь отстраненности. Отстраненность господина де Шарлю была абсолютной. Правда, поскольку он был всего лишь зрителем, все должно было склонять его к германофильству, раз уж в самом деле не будучи французом, он жил во Франции. Он был достаточно тонок, дураков во всех странах хватает. Живи он в Германии немецкие дураки, отстаивая с глупостью и страстью свое неправое дело, наверняка бы его взбесили. Но поскольку он жил во Франции, французские дураки, с глупостью и страстью отстаивающие свое правое дело, выводили его из себя. Логика страсти, будь она на службе даже самого правого из всех правых дел, никогда не убедит того, кто этой страстью не охвачен. Господин де Шарлю остроумно опрокидывал любое ложное умозаключение патриотов, а удовлетворение, с которым слабоумный отстаивает свою правоту и свою надежду на успех, может взбесить кого угодно. Господин де Шарлю бесил торжествующий оптимизм людей, не знавших, как он, Германия и ее мощь. Людей, которые каждый месяц верили в ее окончательное раздробление, в следующем месяце и в конце года, с не меньшей страстью пересказывали новые предсказания, словно не они столько раз проявили это ненадежное, но уже позабытое ими легковерие, говоря, если им о том напоминали, что это не одно и то же. Однако господину де Шарлю, обладавшему многими познаниями, к сожалению, осталось недоступно это искусство развлечения, когда охулители и мане заверяли, то же самое говорили о Делакруа. К тому же господин де Шарлю был жалостлив. Мысль о побежденном причиняла ему страдания. Он всегда был на стороне слабого и не читал судебных хроник, чтобы не переживать тоску осужденного и невозможность умертвить судью, палача и толпу, счастливую засвидетельствовать, что правосудие свершилось. В любом случае он был уверен, что Францию уже не победят, но зато знал, что немцы страдают от голода и, по-видимому, рано или поздно попросят пощады. Эта мысль удручала его от того, что он жил во Франции. К тому же его воспоминания о Германии были очень давними, тогда как французы, говорившие о разделе Германии с неприятной ему радостью, были людьми, которых недостатки были ему известны, а лица антипатичны. В подобных случаях чаще жалеют незнакомых, живущих лишь в воображении, а не тех, кто постоянно находится подли нас в пошлой повседневности жизни, если только мы не одно целое с ними, если мы не плоть от плоти этого целого. Патриотизм сотворил это чудо. Мы переживаем за свою страну, как за себя в любовной ссоре. Так что на почве войны у господина де Шарлю было много поводов для злости, проявлявшейся в мгновение ока и недолго длившейся, хотя злобствуя, он предавался неистовству. Когда он читал в газетах триумфальные заявления хроникеров, каждый день представлявших Германию поверженный, зверь затравлен, доведен до бессилия, в то время как дело обстояло прямо противоположным образом, их бодрая и кровожадная глупость пьянила его бешенством. К этому моменту в газетах работали известные люди, они считали, что таким образом исполняют свой долг, это были всякие Брешо, Норпуа, даже Мурель и Легранден. господин де Шарлю предавался мечтам о том, как при встрече осыплет их едчайшими сарказмами. Ему было хорошо известно о половых изъянах некоторых лиц, в то время как они, полагая, что это как раз никому неизвестно, находили особое удовольствие в рассказах о пороках суверенов жестоких империй, Вагнера и так далее. Его переполняло страстное желание столкнуться лицом к лицу с ними и ткнуть их носом в собственный порог прилюдно и оставить этих оскорбителей побежденными, обесчещенными и трепещущими. Наконец, для германофильства у барона де Шарлю были и более личные основания. Одно из них заключалось в том, что, как светский человек, он много вращался в обществе среди уважаемых людей, людей чести, среди тех, кто не пожмет руку сволочи. Он знал их выдержанность и твердость, ему была известна их нечувствительность к слезам тех, кого они изгоняли из своего круга и с кем отказывались стреляться, даже если такое родение о моральной чистоте могло привести к внезапной смерти матери паршивой овцы. И хотя, вопреки своей воле, он восхищался Англией, а особо тем, как она вступила в войну, это безукоризненное, неспособное на ложь Англия, препятствовало поступлению в Германию зерна и молока. А ведь это была нация людей чести, признанный эталон, арбитр в таких делах. Тогда, как он знал, что люди порочные, всякая сволочь, подобно некоторым персонажам Достоевского, в чем-то могут оказаться достойнее. И я никак не мог понять, почему он искал таких людей среди немцев, ведь ложь и хитрость все же могут скрывать добрую душу, а наличие последней, кажется, только немцы и не проявили. И еще одно дополнит германофилию господина де Шарлю. Он был страстным образом обязан ею своему карлизму. Он считал немцев очень некрасивыми, может быть, потому, что они слишком уж близки были ему по крови, и в то же время был без ума от марокканцев, но особо от англо-саквистов, казавшихся ему ожившими статуями Фидия. Наслаждение не приходило к нему без одной жестокой мысли, силы которой я к тому времени еще не знал. Возлюбленный представлялся ему дивным палачом. Быть может, в своих высказываниях против немцев он поступал подобно тому, как поступал в часы сладострастия, в том смысле, что вопреки сострадательной натуре восхищался обольстительностью зла, попирающего добродетельное безобразие. Описываемые события имели место примерно во время убийства Распутина. Что в нем было поразительнее всего, так это необычайно сильный русский колорит. Убийство было совершено за ужином, как в романах Достоевского. Впечатление было бы еще сильнее, если бы публике стало известно то, что превосходно знал господин де Шарлю. Ибо жизнь не оправдывает наших ожиданий, и в конце концов мы уверяемся, что литература не имеет к ней никакого отношения, и мы бываем ошеломлены, когда драгоценные идеи, содержащиеся в книгах, проявляются почти неизмененными в повседневной жизни, так что, к примеру, ужин, убийство, события в России, в этом есть что-то специфически русское. Война затянулась на неопределенные сроки, и те, кто объявлял, основываясь на сведениях, полученных из надежных источников о начале мирных переговоров, уже несколько лет уточняли условия обсуждаемого договора и, не думая извиняться за ложные сведения. Они забывали об этих известиях и склонно были также чистосердечно распространять другие, которые также легко предавались забвению. Это было время, когда немцы непрестанно бомбили, воздух трещал от бдительных и громогласной вибраций французских аэропланов, но иногда отзывалась сирена, словно душераздирающий зов валькирии, единственная немецкая музыка, доступная в военное время, пока пожарные не объявляли, что тревога окончена, и откуда-то рядом не доносился сигнал отбоя, шалун-невидимка, через равные промежутки повторявшие хорошую новость, бросая в воздух вопль радости. Господина де Шарлю удивляла, что даже такие, как Брешо, бывшие до войны милитаристами, ругавшие Францию за недостаточную боеготовность, ныне ставили Германии в вину не только ее милитаризм, но даже ее восторженные отношения к армии. Конечно, с тех пор, как речь зашла о перемирии, их мнение изменилось, и теперь они небезосновательно изобличали пацифистов. Но, к примеру, Брешо, против своей воли согласившийся продолжить лекции о некоторых книгах, вышедших в нейтральных странах, превозносил роман некоего швейцарца, где высмеивались, как зародыши милитаризма, два ребенка в восхищении глазевшие над драгуна. По несколько иным причинам эта шутка никак не могла понравиться господину де Шарлю. полагавшему, что драгун вполне может быть очень хорош собой. Но более всего его удивляла реакция Брешо. И дело было не в книге, которой барон не читал, а в том, насколько за время войны изменился сам Брешо. «Тогда все, что совершал военный, было в порядке вещей, будь то нарушениями генерала Буадефра, ложью и махинациями полковника Дюпати де Клама, хитростью полковника Анри. Анри Юбер Жозеф 1846-1898 полковник, одна из ключевых фигур дела Дрейфуса. Благодаря какому-то выходящему из ряда вон перевороту, на деле это было всего лишь обратной стороной все той же благородной патриотической страсти, обязывавшей милитариста, кем он был по ходу борьбы с Дрейфусарством, стать чуть ли не пацифистом, поскольку теперь этот пацифизм был направлен против более чем милитаристской Германии, с которой он все тот же человек сражался, Брешо восклицал. О, изумительное зрелище, достойное привлечь юность века, века полного грубости, знакомого лишь с культом силы, драгун! Становится ясно, что из поколения выросшего на культе неприкрытого проявления силы может вырасти только грубая солдатня. И Шпиттелер, прежде всего противопоставив своего героя отвратительный концепции грубой силы, символически удалил вглубь лесов оклеветанного и осмеянного одинокого мечтателя глупого студента, в лице которого автору прекрасно удалось воплотить мягкость, увы, вышедшую из моды. Можно даже сказать забытую, коли ужасное царствование этого старого бога не прервется, славную мягкость мирных времен. Шпиттелер Карл 1845-1924 Швейцарский немецкоязычный писатель, лауреат Нобелевской премии 1919 1819 год. Послушайте, сказал мне господин де Шарлю, вы знакомы с Котаром и Камбромером. Каждый раз, как я встречаюсь с ними, они говорят, что германцам необычайно не хватает понимания психологии. Между нами, можете мне поверить, раньше психология их не очень-то заботило. Так что теперь они вряд ли могли бы доказать обратное. Я не преувеличиваю. Едва речь заходит о чем-то великом в Германии, о Ницше, Гете. Котар тут же говорит с привычным непониманием психологии, характерным для тефтонской расы. В войне, конечно, есть и такое, что огорчает меня гораздо больше, но согласитесь, что это не может не вывести из себя. Норпуа поумней, я это признаю, хотя и он с самого начала заблуждается. Но что можно сказать об этих статьях, возбуждающих всеобщий оптимизм? Мой дорогой друг, вам, как и мне, также хорошо известны несомненные достоинства Брешо, и я очень люблю его, даже несмотря на схизму, отлучившую меня от его маленькой церкви, но из-за чего мы и встречаемся гораздо реже. Словом, я уважаю этого замечательно образованного профессора Игоруна и признаю, что с его стороны в его возрасте и он так сдал в последние годы, очень трогательно это его возвращение, как он говорит, на службу. Но, в конце концов, доброе намерение это одно, но талант другое, а Брешо совершенно лишен талант. Я разделяю его восхищение величием этой войны, но не странно ли, что такой ревнитель древности, как Брешо, не нашел достаточно иронии для Золя, который видит больше поэзии в рабочих жилищах и рудниках, чем в старинных замках, для Ганкура, ставившего Дидро, выше Гомера, а вот то выше Рафаэля, так что он не переставал твердить нам, что Фермопилы и даже Аустерлиц ничто в сравнении с Вокуа. Фермопилы, переход в горах, знаменитый обороной трехсот спартанцев во главе с царем Леонидом в 480 году до нашей эры, погибших в битве с персами. Аустерлиц 20.11.1805 не самое славное сражение в русской истории. Вокуа, место на Мерзе, бои там велись с 1914 по 1918 год. Одним словом, на сей раз публика, хотя и оказавшая сопротивление модернизму в литературе и искусстве, последовала за модернистами от военного ведомства, потому что такой образ мыслей поощряется, ну и главным образом, потому что на слабые умы действует не прекрасная а необъятность действия. Кстати, Абрешо, не видели ли вы Мореля? Мне говорили, что он снова хочет встретиться со мной. Нужно только сделать первый шаг, я старше, не мне и начинать. К несчастью, предвосхищая последующий рассказ, должен сказать, что уже на завтра господин де Шарлю лицом к лицу столкнется на улице с Морелем. Последний, дабы возбудить ревность барона, возьмет его под руку, расскажет несколько более или менее правдоподобных историй, а когда растерявшийся господин де Шарлю захочет провести с Морелем вечер, захочет, чтоб тот не ушел, Морель, заметив какого-то товарища, неожиданно станет прощаться, и барон, надеясь, что это всего лишь угроза, которую Морель, разумеется, никогда не исполнит, скажет ему «Берегитесь, я отомщу», и тогда Морель, смеясь, похлопает его по плечу, приобнимет за талию и спокойно пойдет прочь. Слова господина де Шарлю о Мореле свидетельствовали, на какой степени любовь, подтверждая, кстати, что чувство это еще не прошло, раскрепощает воображение и восприимчивость, а заодно и легковерность, одновременно усмиряя нашу гордость. Но когда господин де Шарлю добавил «Этот мальчик без ума от женщин и ни о чем другом и не помышляет», он был в гораздо большей степени прав, нежели думал сам. «Это было сказано им из-за самолюбия, из ревности, для того, чтобы уверить других, что за связью с бароном не последовали другие подобные связи. Но я-то ничему этому не верил. Я знал то, что господин де Шарлю знать не желал. Как-то Морель за пятьдесят франков провел ночь с германтом. И когда при виде шествующего мимо де Шарлю Морель, исключая дни, когда из необходимости покаяться, он оскорблял барона, а потом говорил ему грустно «О, простите, я признаю, что мой поступок мерзопакостен», сидевший на террасе кафе с товарищами гоготал, тычев барона пальцем и отпускал характерные шуточки, которыми встречают старых гомосексуалистов. Я был уверен, что тайный смысл этого эпатажа состоял в том, чтобы задетый шуточками барон исполнял все, о чем просил его Морель. Я заблуждался. Если простое движение обращает в гомосексуалистов во всех этих слоях общества людей типа Сен-Лу, ранее совершенно к этому не склонных, то движение в каком-то смысле обратное вырывает из их рядов тех, кто привык к ним более других. Одних меняют запоздалые религиозные раскаяния, потрясения, испытанные из-за скандалов, страх несуществующих болезней, которыми их искренне пугают родственники, но чаще консьержи или лакеи, либо неискренне ревнивые любовники, желающие таким образом сохранить юношу подле себя, хотя этим, напротив, они отрывают его не только от других, но и от себя тоже. Вот почему бывший лифтер в Балбеке ни за золото, ни за серебро уже не принял бы предложений, которые казались ему отныне столь же тягостными, как измена родине. Морель отказывал всем без исключения. И господин де Шарлю, не ведая о том, говорил правду, разом подтверждавшую его иллюзии и разрушавшую надежды. Этот отказ был обусловлен тем, что спустя два года после разрыва с господином де Шарлю Морель полюбил женщину, с которой и жил. Женщина эта, имея более сильную, чем Морель, волю, сумела навязать ему абсолютную верность. Так что Морель, уступивший де Германту ночь за пятьдесят франков, те времена, когда господин де Шарлю осыпал его деньгами, не согласился бы теперь на это ни за ту же, ни за какую другую сумму, предложи он ему даже пятьдесят тысяч. Хоть у него и не было особых понятий о чести и бескорыстии, жена сумела внушить ему страх перед мнением людей, и он не без удовольствия заверял бахвалясь, что ни за какие деньги мира не согласился бы выполнить некоторые условия. Так игра разнообразных психологических законов сглаживает в цветущей человеческой особи все то, что в том или ином смысле привело бы к ее самоуничтожению от полноты сил или худосочия. Нечто подобное бывает и у цветов, у которых выявленное Дарвином благоразумие упорядочивает типы оплодотворения, успешно противопоставляя одним другим. Вот что странно, добавил господин де Шарлю своим слабым, с неожиданно резкими нотками голосом. Мне рассказывают, как некоторые целыми днями наслаждаются жизнью, пьют прекрасные коктейли, но говорят, что не дотянут до конца войны, что их сердцу не хватит сил, что они не могут думать ни о чем ином, кроме внезапной смерти. Поразительнее всего то, что так оно и случается, как любопытно. То ли все дело в питании, потому что то, чем они питаются на редкость, отвратительно состряпано, то ли от того, что, пытаясь выказать рвение, они предаются пустым делам, и такая деятельность их разрушает, но в конечном итоге я отмечаю поразительное число таких странных преждевременных смертей, преждевременных, по меньшей мере, с точки зрения умершего. Не помню, к чему я вам говорил, что Норпуа восхищается этой войной, но какая своеобразная манера говорить о ней? Прежде всего, замечали ли вы, как эти новые словечки размножаются, как в конечном счете они изнашиваются от ежедневного употребления, ибо воистину Норпуа неутомим, я думаю, что эта смерть моей тетки Вильпаризии вдохнула в него новую жизнь. Но их тотчас же заменяют другими общими местами. Некогда помнится вы забавлялись, подмечая подобные языковые формы, появляющиеся, держащиеся на плаву, потом исчезающие, кто сеет ветер, пожнет бурю, собака лает, караван идет, сделайте мне хорошую политику, и я сделаю вам хорошие финансы. Как говорил барон Луи, есть некоторые симптомы, и было бы преувеличением считать их трагическими, но нельзя не принимать их в расчет, работать на прусского короля, это, впрочем, неизбежно воскресло. А я-то думал, что они давно почили. У нас были клочок бумаги, хищные страсти, известная культура, заключающаяся в убийстве женщин и беззащитных детей. Победа достанется, как говорят японцы, тому, кто сумеет продержаться на четверть часа дольше другого, германо-туранцы, научное варварство, если мы хотим выиграть войну, согласно сильному выражению Ллойд-Джорджа. Наконец, этого можно и не считать боевитость и лихость войск. Да и синтаксис милейшего Норпуа претерпел благодаря войне столь же глубокие изменения, как производство хлеба и скорость движения транспорт. Заметили ли вы, что этот милейший человек, когда его тянет выдать желаемое за действительное, не осмеливается, тем не менее, чтобы события его не опровергли, употреблять будущее время и приспособил для этой цели как обозначение будущего глагол «мочь». Я признался господину де Шарлю в том, что не совсем понимаю, о чем он говорит. Следует здесь добавить, что герцог де Германт вовсе не разделял пессимизма своего брата. К тому же он в еще большей степени был англофилом, чем господин де Шарлю, англофобом. Он считал господина Кайо предателем, тысячу раз заслуживающим расстрела. Когда брат спрашивал у него о доказательствах, господин де Германт отвечал, что если бы следовало осуждать только людей, подписавших бумагу с заявлением «я предал», предательство никогда не было бы наказано. На тот случай, если мне не придется больше к этому вернуться, замечь также, что года через два герцог де Германт, воодушевленный кристальным анти-кайоизмом, встретился с английским военным атташе и его женой, очень образованной парой. Он сошелся с ними, как во времена дела Дрейфуса сошелся с тремя очаровательными дамами, и с первого же дня его поразило, что, когда речь заходила о Кайо, осуждение, которого он считал делом решенным, а преступление очевидным в ответ, от образованной очаровательной пары, он слышал следующее. Но, скорее всего, его оправдают, против него нет абсолютно никаких свидетельств. Господин де Германт попробовал сослаться на то, что господин де Норпуа сказал, глядя ошеломленному господину Кайо в глаза, вы Джолитти Франции. Да, господин Кайо, вы Джолитти Франции. Жозеф Кайо, 1863-1944, министр финансов, 1906-1909, проводил политику, схожую с политикой Джованни Джолитти, 1842-1928, министром, лидером итальянской либеральной партии, многократно избиравшимся премьер-министром. Во время войны Кайо подозревали в коллаборационизме. Но очаровательная и образованная пара осмеяла господина де Норпуа, привела доказательства того, что он выжил из ума, и в заключении отметила, что, как было написано в Фигаро, про ошеломленного господина Кайо, а на деле скорее всего господин Кайо ухмылялся. Мнения господина де Германта мгновенно переменились. Вовсе не так уж неправдоподобно было бы приписывать такие изменения влиянию англичанки, как, например, если бы в 1919-м, когда англичане называли немцев не иначе, как ганцами, и требовали жестокого наказания виновных, напророчили, что их мнение о немцах совершенно изменится, и что они примут постановления, ущемляющие интересы Франции и поддерживающие Германию. Вернемся к господину де Шарлю. Дело в том, ответил он, что мочь в статьях Норпуа становится формой будущего времени, то есть обозначением его желаний, как, впрочем, и наших, добавил он, быть может, не вполне искренне. Если бы этот глагол не стал обозначением будущего времени, то, строго говоря, следовало думать, что он употребляется применительно к какой-нибудь стране в своем изначальном смысле. Например, каждый раз, когда Норпуа говорит «Америка не смогла бы оставаться безразличной к этим постоянным нарушениям права», «двуглавая монархия не смогла бы не прийти к раскаянью», ясно, что подобные фразы отражают желания Норпуа и мои, и ваши, но, в конце концов, глагол еще может сохранять, несмотря ни на что, свой старый смысл. И так же страна может мочь, Америка может мочь, монархия двуглавая может мочь, несмотря на извечный недостаток психологии. Монархия двуглавая имеется в виду Австрия. Но сомнения уже невозможны, когда Норпуа пишет, эти систематические опустошения не могли не убедить нейтралов. Пазерье не могло в сжатые сроки не оказаться в распоряжении союзников. Результаты этих нейтралистских выборов не могли отразить мнение подавляющего большинства. Но ведь факт, что эти опустошения, районы и результаты вещи неодушевленные и мочь они не могут. Благодаря своей формуле Норпуа обращается к нейтралам с предписанием, которым он должен с сожалением признать, они навряд ли последуют, выйти из нейтралитета или по озерью больше не принадлежать Бошам. Господин де Шарлю произносил слово Бош примерно с той же отвагой, с какой некогда в трамвае говорил о мужчинах, испытывающих тяготение представителем своего пола. Впрочем, вы заметили, с каким лукавством еще с 1914 года Норпуа начинает свои статьи, обращенные к нейтралам? Первым делом он возглашает, что, конечно же, не должно вмешиваться в политику Италии или Болгарии или Румынии и так далее. Только в их власти принять независимое решение, отвечающее их национальным интересам, решение о выходе из нейтралитет. Но если эти первые сентенции его статей, то, что некогда называлось вступлением, безинтересны, то продолжение гораздо ярче. Тем не менее, продолжает Норпуа, ясно, что некоторые с боями обретут определенные материальные преимущества, и это будут нации, ставшие на сторону права и справедливости. Народам, следовавшим политике наименьших усилий, не поставившим свое оружие на службу союзникам, не следует ожидать, что они будут вознаграждены, что им пожалуют территории, откуда веками раздавался стон их угнетенных братьев. Теперь, сделав первый шаг, посоветовав вступить в войну, Норпуа уже не останавливается ни перед чем, и его указания касаются не самого вопроса, а сроков выступления, и он этого почти не скрывает. Конечно, продолжает Норпуа, изображая, как он сам бы сказал, доброго апостола, дело Италии и Румынии определить часы условия, на которых они выступят. Им должно, однако, принять во внимание, что, слишком затягивая, они рискуют упустить время. Уже копыта русских кавалеристов заставили содрогнуться Германию, зашедшуюся в невыразимом ужасе, и ясно, что народы, прибежавшие на крики о помощи к шапочному разбору, когда зарево грядущие победы уже освещает небо, не будут иметь тех же прав на вознаграждение, которые могли бы получить, если бы поспешили, и тому подобное. Это как в театре, когда говорят, последние оставшиеся места вот-вот будут проданы, к сведению опаздывающих. Рассуждение тем паче глупое, что он повторяет его раз в полгода, время от времени обращаясь к Румынии. Для Румынии пришел час узнать, хочет ли она реализовать свои национальные чаянии. И ежели она станет ждать еще, возникнет опасность, что уже слишком поздно. На протяжении трех лет, что он говорит, это слишком поздно, не только не наступило, но даже не уменьшилось число сделанных Румынии предложений. Также он понукает Францию и прочих к интервенции в Грецию и установлению протектората, потому что договор, связывавший Грецию с Сербией, был нарушен. Ну, по совести говоря, не воюй сейчас, Франция, и не будь ей нужна помощь или благожелательный нейтралитет Греции, разве возникла бы сама мысль об интервенции ради протектората или хотя бы чувство негодования из-за того, что Греция не сдержала своих обязательств в отношении Сербии. Ведь он умолкает, едва речь заходит о столь же очевидных нарушениях со стороны Румынии и Италии, не исполнивших небезосновательно, надо полагать, как и Греция своих обязательств, обязательств менее жестких и обширных, чем принято считать союзников Германии. Истина в том, что люди следят за событиями через призму своей газеты. Да и как же может быть иначе, если сами они не знакомы ни с людьми, ни с событиями, о которых идет речь? Во времена того процесс, который, помнится, вас странным образом увлекал, в ту эпоху, о которой следует говорить, что мы отделены от нее веками, ибо философы войны твердят, что все связи с прошлым порваны. Я был в шоке, когда узнал, что мои родственники охотно принимают старых антиклирикальных коммунаров, быть может, представленных любимой газетой анти-дрейфусарами, и поносят благородного генерала, католика, но ревизионист. Я не менее шокирован теперь, когда слышу, какое отвращение французы питают к императору Францу Иосифу, ранее ими боготворимому и небезосновательно, я могу это утверждать, поскольку хорошо с ним знаком, а он всегда рад принять меня как родственника. О, я не писал ему всю войну, воскликнул он с таким видом, будто смело сознается в ошибке, за которую, и он это прекрасно знал, никто не осудил бы его. Хотя нет, в первый год я написал ему одно письмо. Ну, что поделаешь, я по-прежнему его уважаю, но многие мои родственники младшего поколения сейчас на фронте, они сочли бы, я в этом не сомневаюсь, что стыдно поддерживать переписку с главой нации, воюющей против нас. Что поделаешь, упрекай меня, кто хочет, воскликнул он, как бы отважно предвосхищая мои упреки, но я не хочу, чтобы письмо, подписанное именем де Шарлю, пришло теперь в Вену. Самое большее, в чем я упрекнул бы старого императора, в том, что монархи его уровня, глава одного из самых старых и именитых европейских домов, позволил себя провести худородному, хотя и смышленому, но в конце концов просто выскочки Вильгельму Гогенцоллерну. И это не самая большая странность нынешней войны. Но поскольку стоило ему вернуться к аристократической точке зрения, преобладавшей у него, по сути, над любой другой, господин де Шарлю впадал в крайнее ребячество. Тем же тоном, каким он сказал бы о Марне или Вердене, он заявил, что будущим историкам этой войны не следовало бы упускать нечто важное и чрезвычайно любопытное. Так, в частности, возвестил он, по всеобщему невежеству никто не заметил примечательного факта. Великий магистр Мальтийского ордена чистый Бош, вопреки всему, по-прежнему остается в Риме, где, как великий магистр нашего ордена, он пользуется экс-территориальностью. Это любопытно, воскликнул он, словно говоря, видите, встретившись со мной, вы время даром не потеряли. Я поблагодарил его и увидел, что лицо барона выражало скромность ненуждающегося в вознаграждении человека. Так что же я говорил, ах да, что люди ненавидят теперь Франца Иосифа из-за своих газет. По поводу Константина Греческого и царя Болгарии публика колеблется между отвращением и симпатией, потому что поочередно пишут то о том, что они на стороне Антанты, то о том, что они на стороне центральных империй, как сказал бы Брешо. Болгария присоединилась к центральным державам в октябре 1915 года. Царю болгарскому Фердинанду Первому, Саксон Кобургскому это стоило 1918 год трона. И Брешо постоянно повторяет, что час Венезелоса вот-вот пробьет. Венезелос Лифтериос 1864-1936 премьер-министр Греции 1910-1915 1917-1920 1924-1928 1932-1933 Сторонник нейтралитета, тогда как Константин был сторонником союза с Германией. Я не сомневаюсь, что господин Венезелос государственный муж небесспособностей, но кто знает, совпадают ли желания греков с желаниями господина Венезелоса. Он хотел бы, утвердят нам, чтобы Греция сдержала свои обязательства по отношению к Сербии. Еще следовало бы узнать, каковы были ее обязательства и были ли они более строгими, чем те, которые Италия и Румыния сочли возможным нарушить. Нас заботит, каким образом Греция исполняет свои договоры и соблюдает Конституцию. Но это очень мало бы нас волновало, если бы было не в наших интересах. Не будь войны, обратили ли бы государства гаранты хотя бы малейшее внимание на распуск палат? Из-за разногласий с Константином по военному вопросу Венезелос дважды уходил с поста премьер-министра, несмотря на убедительные победы на выборах. Мне становится ясно, что греческого короля лишают его опоры, чтобы выставить вон или заточить, когда армия уже не сможет защитить его. Я сказал вам, что публика судит о короле Греции и короле Болгарии только по газетам, да и как иначе, если они с ними не знакомы. Я с ними много раз встречался, хорошо знал Константина греческого в ту пору, когда он был диадохом, он был просто прелесть. Диадохом, то есть наследником престола Я всегда думал, что император Николай питал к нему сильные чувства, в самом лучшем смысле, разумеется. Принцесса Христина распространялась об этом открыто, но она злючка. Что до царя Болгарии, то это просто плут. У него на лбу написано, что он умен, замечательный человек, он меня очень любил. Господин де Шарлю был необычайно обаятелен, но становился просто невыносим, когда обращался к подобным темам. Он привносил в эти рассказы довольство, раздражающее в больном, постоянно бравирующем своим добрым здравием. И я часто думал, что в пригородном бальбекском поезде верный, столь желавший услышать признания, от которых он уклонялся, по-видимому, не смогли спокойно вынести этого своего рода маниакального болезненного хвостовства, с трудом переводя дух, словно в комнате больного, или глядя на морфиниста, доставшего свой шприц, так что именно они, устав от бесчисленности интересных тайн, положили им конец. Их раздражало к тому же в большинстве случаев голословное обвинение всех и каждого, тогда как в этом специальном реестре, в который, как известно, он и сам был зачислен, себя он пропускал, охотно зачисляя в него прочих. Вдобавок, он был очень умен и в этой области создал себе некую ограниченную философию, в основе которой лежало должно быть несколько умилявших свана-курьезов, подмеченных им в жизни, объясняющую мир посредством неких особенных причин, так что в пределах этой философии, как бывает всякий раз, когда предаются пороку, он не только опускался ниже своего уровня, но и был чрезвычайно упоен собою. Так, в частности, столь степенный благородный барон расплывается в глуповатой улыбке, высказывая что-нибудь в таком роде. Так как имеются основательные подозрения насчет Фердинанда Кобурского в отношении императора Вильгельма, это могло стать еще одной причиной, из-за которой Фердинанд встал на сторону жестоких империй. Пресвятая Дева, это так понятно, ведь к сестре принято относиться снисходительно, ни в чем ей не отказывая. Я нахожу, что это было бы неплохим объяснением Альянса Болгарии и Германии. И над этим глупым объяснением господин де Шарлю долго смеялся, будто действительно находил его остроумным, хотя, будь оно даже основано на действительных фактах, это было бы столь же несерьезно, как рассуждение господина де Шарлю о войне, когда он судил о ней то, как феодал, то, как рыцарь ордена святого Иоанна и Иерусалимского. Этот орден был основан в Палестине в 1058 году. Заканчивал он более справедливым замечанием. Удивляет как раз то, что эта публика, могущая судить о вещах и людях исключительно со слов своей газеты, убеждена, что судит обо всем сама. И в этом господин де Шарлю был прав. Надо было видеть, рассказывали мне, это секундное замешательство госпожи де Пашвиль, словно ей нужно было выиграть время даже не для того, чтобы составить фразу, а для того, чтобы определить свое мнение, прежде чем она произнесла с таким видом, будто говорит о сокровенном «Нет, я не верю, что они возьмут Варшаву. У меня нет ощущения, что это протянется еще одну зиму. Вот уж чего бы я не хотела, так это непрочного мира. Что мне внушает опасения, если уж вам угодно знать мое мнение, так это палат. И все-таки я считаю, что можно прорваться». И для того, чтобы это изречь, Одетта принимала томные выражения, доходившие до гротеск, когда она говорила «Я не хочу сказать, что немецкие армии сражаются плохо, но им недостает того, что называют лихостью». Произнося слово «лихость» или даже «боевитость», она словно замешивала что-то рукой и моргала, как мальчишка подмастерья, употребивший цеховой термин. Однако в ее речи все сильнее проявлялось восхищение Англией. И теперь ей не нужно было, как прежде, намекать на наших соседей по ту сторону Ла-Манш или говорить о наших друзьях-англичанах, ибо она могла сказать «наши верные союзники». Навряд ли имеет смысл добавлять, что она не упускала случая привести по любому поводу выражение «фарплей», чтобы напомнить, что англичане считают немцев нечестными игроками, и «нам надо выиграть войну, как говорят наши храбрые союзники». Подчас ко всему тому, что затрагивала английских солдат, она присовокупляла имя своего зятя и рассказывала о том удовольствии, какое представляла для него жизнь близ австралийцев, равношотландцев, новозеландцев и канадцев. Мой зять теперь знает арго всех бравых Томмис. Его слушаются даже представители далеких домнионс, и так же, как с генералом или командующим базой, он дружит и с самым простым правит. Пусть этот рассказ о госпоже де Поршфиль, пока я брожу по бульварам с господином де Шарлю, позволит мне еще одно более пространное, но полезное для описания эпохи отступление об отношениях госпожи Вердюрен с Брешо. И хотя бедный Брешо и так был безжалостно осмеян господином де Шарлю, поскольку последний был очень остроумен и к тому же германофил, гораздо сильней его третировали Вердюрены. Конечно, они были шовинистами, и это должно было бы внушить им любовь к Брешо, статьи которого, к тому же, ни в чем не уступали писаниям, услаждавшим вкус госпожи Вердюрен. Но, во-первых, мы помним, что уже в раз Пельере Брешо для Вердюренов превратился и из великого человека, каким поначалу представлялся, если и не в козла отпущение, как Саньет, то, по меньшей мере, в предмет плохо скрываемых насмешек. Однако, в то время он оставался верным среди верных, и это гарантировало ему те выгоды, что были молчаливо предусмотрены уставом салона для основателей и ассоциированных членов. Но, по мере того, как, быть может, благодаря войне или в результате быстрой, но долго не наступавшей кристаллизации, все необходимые элементы изысканности, хоть и сокрытые ранее, насытили салон Вердюренов, последний стал доступен новичкам, так что верные даже поначалу наживка для того общества приглашались все реже, подобный же процесс произошел и в отношении Брешо. Несмотря на Сорбонну и институт, его довоенная слава не выходила за пределы салона Вердюренов, но стоило ему чуть ли не ежедневно начать публиковать свои статьи, украшенные всякими фальшивыми бриллиантами, частенько расходовавшимися без счета на верных и богатых, а кроме того обозначавшие глубокую эрудицию, которую, как настоящий выходец из Сорбоны, всколь бы занятную форму не облекал ее, скрыть он и не пытался, как восхищенный большой свет обратил на него внимание. В кои-то веки свет снисходил к человеку далеко не ничтожному, к человеку, способному привлечь внимание подлинно блестящим умом и обширной памятью. Пока три герцоги не намеревались нанести визит госпоже Вердурен, три другие боролись за честь принимать у себя за ужином великого человека, которого одна из них уже принимала. Тем сильнее Брешо чувствовал себя ничем не связанным, так что госпожа Вердурен, раздраженная успехом его статей в Сен-Жерменском предместе, старалась устроить так, чтобы он не мог получить в ее салоне возможность встретиться с какой-нибудь влиятельной особой, с которой еще не был знаком и которая могла бы его заманить. Так что его публицистический дар, который с запозданием выявил, обеспечив ему почет и отличные гонорары, все те же способности, какие он всю жизнь безвозмездно растрачивал в безвестности салона Вердуренов, ибо статьи не стоили ему особых усилий, настолько он был речистее и умнее, чем его болтовня, неизбежно снискал бы ему славу, если бы не госпожа Вердурен. Конечно, статьи Брешо были далеки от приписываемого светом совершенства, и наряду с ничего не говорящими образами немцы не смогут больше смотреть в лицо статуи Бетховена, Шиллер должно быть перевернулся в могиле, чернила, которые парафировали нейтралитет Бельгии едва высохли, Ленин говорит, а его слова носят степной ветер, там были и тривиальности типа двадцать тысяч заключенных, вот эта цифра, наше командование будет смотреть в оба. Мы хотим победить вот и все. Но сколько во всем этом было намешано знаний, ума и здравых суждений. Однако госпожа Вердурен никогда не бралась за статью Брешо без тайного злорадства, рассчитывая найти что-нибудь несуразное, и читала каждую с самым пристальным вниманием, чтобы быть уверенной наверняка, что от ее глаз ничто не ускользнуло. К несчастью, кое-что и находилось. Восторженнейшая цитация действительно малоизвестного автора, во всяком случае сочинение, на которое Брешо ссылался, инкриминировалась в качестве доказательства несносного педантизма, и госпожа Вердурен с нетерпением ждала ужина, чтобы вызвать у гостей раскат и смех. Итак, что вы говорили о сегодняшней его статье? Я подумала о вас, когда прочла цитату из Кювье. Брешо процитировал Жоржа Кювье 1769-1832 «Зоолога». Автор, цитирующий зоологов, палеонтологов и так далее, рисковал оказаться под огнем критики госпожи Вердурен. Мне кажется, он сошел с ума. Я еще не читал, ответил Котер. Как? Вы еще не читали? Вы не представляете, какого удовольствия вы лишились. Это до смерти смешно. И, довольная в глубине души, что никто еще не читал статьи, а значит, она сама может открыть всем глаза на ее недостатки. Госпожа Вердурен приказала дворецкому принести время и прочла статью сама, с пафосом выкрикивая простейшие фразы. «Ле Темс» — ежевечерняя газета, игравшая большую роль при Третьей Республике. Весь вечер после ужина продолжалась разоблачительная кампания, но с притворными оговорками. «Я не говорю об этом слишком громко», сказала она, кивая в сторону графини Молле. «Некоторые не налюбуются на брюшо. Светские люди куда наивнее, чем мы полагаем». Эта фраза была произнесена достаточно громко, чтобы госпожа Молле поняла, что говорят о ней, но в то же время довольно тихо, чтобы показать, что она не должна была этого слышать, так что госпожа Молле тут же трусливо отреклась от брюшо, которого перед тем уподобляла Мишле. Мишле, Жюль, 1798-1874, французский историк. Она признала правоту госпожи Вердурен, но чтобы закончить разговор чем-то таким, что казалось ей неоспоримым, добавила. «Чего у него не отнять? Так это того, что это хорошо написано». «Вы находите?» «Вы полагаете, что это хорошо написано?» спросила госпожа Вердурен. «А я так нахожу, что это написано свиньей?» И такая выходка вызвала дружный смех общества, тем более, что госпожа Вердурен, словно испугавшись слова «свинья», произнесла его шепотом, прикрыв рот рукой. Брюшо доводил ее до бешенства, выказывая наивную радость от своего успеха, хотя подчас был в дурном настроении, потому что цензура, он говорил об этом в соответствии с привычкой употреблять новые слова, чтобы показать, что не так уж академичен, постоянно зазерняла его статьи. В присутствии Брюшо она не то чтобы демонстрировала, но своей угрюмостью, которая много бы сказала человеку более проницательному, давала понять, как низко оценивает писание этого ломаки. Правда, как-то раз она заметила, что ошибочно с его стороны столь часто употреблять местоимение «я». Он и правда этим грешил. Во-первых, от того, что по профессорской привычке часто употреблял выражение типа «я согласен с тем, что» или «я признаю, что я допускаю», «я хочу, чтобы громадная протяженность фронтов привела» и так далее. Но еще и потому, что, будучи старым воинствующим анти-дрейфусаром, учуявшим германские приготовления задолго до войны, он частенько писал «я разоблачал с 1897-го, я предупреждал в 1901-м, я поставил этот вопрос ребром в своей брошюрке, сегодня встречающейся редко». У книг своя судьба, и эта привычка у него сохранилась. Он сильно покраснел от выговора госпожи Вердюрен, выговора, сделанного язвительным тоном. «Вы правы, мадам, кое-кто любивший иезуитов не больше, чем господин Комп, хотя у него и не было предисловия нашего дражайшего учителя изысканного скептицизма Анатолия Франца последний, кажется, был моим неприятелем до потопа, говорил, что я всегда отвратительно». Комп Эмиль 1835-1921 премьер-министр 1902-1905 проводил антиклирикальную политику. К его книге написал предисловие Анатолий Франц. «Я всегда отвратительно. Комментаторы Плеяды отсылают к фразе Паскаля, однако по всем известным нам нумерациям это не соответствует действительности». С этого момента Брюшо стал заменять первое лицо безличными конструкциями, но читатель по-прежнему чувствовал, что автор говорит о себе, что он позволяет себе делать это постоянно, разжевывает простейшие мысли, строит статьи на одном отрицании, всегда под сенью безличной конструкции. Например, если Брюшо говорил, как то было в другой статье, что немецкие войска выдохлись, он начинал следующим образом. Теперь истину скрыть уже невозможно. Говорят, что немецкие армии потеряли свою доблесть, еще немного, и напишут, что у них вообще нет никакой доблести, равно как не скажут, что взята местность, если этого не произошло на деле, и так далее. Короче, только высказав все, что он не сказал бы, припомнив, что говорил несколько лет назад, и что Клаузовиц, Жомини, Овидий, Аполлонитианский и тому подобное говорили много веков назад или совсем недавно, Брюшо легко мог бы насобирать материал для большого тома. Клаузовиц, Карл фон, 1780-1831, немецкий теоретик военного искусства, генерал-майор прусской армии, 1818, в 1812-1814 годах на русской службе. Его своеобразная поэма о войне стала классикой. Антуан Анри, Генрих Вениаминович Жомини, 1779-1869, военный теоретик, российский генерал от инфантерии, 1826 год. Аполлонитианский, первый век нашей эры, неопифагореец, маг, чудотворец, пророк. Ему был известен язык рыб и птиц, людей и животных. Мог появляться сразу в нескольких местах. Были предположения, что он воскрес. Его религия распространения не имела. И приходится сожалеть, что он его не напечатал, ибо те его статьи теперь тяжело достать. Сен-Жерменское предместие, настроенное госпожой Вердурен, принялось высмеивать брюшо у нее дома, но по-прежнему за пределами салона им восхищалось. Затем смеяться над ним стало модным, как раньше было модно восхищаться, и те же дамы, которые с прежним интересом читали его статьи, умеряли свой восторг и высмеивали его на публике, чтобы не казаться менее утонченными, чем остальные. Никогда еще в салоне не говорили столько о брюшо, но на сей раз лишь смеха ради. Для того, чтобы определить, насколько умны новички, выяснялось их отношение к статьям брюшо. Если с первого раза пришедший не угадывал, чего от него ожидают, ему не упускали случая указать, как распознают умных людей. В конце концов, дорогой друг, все это отвратительно и помимо скучных статей многое вызывает уныние. Говорят о вандализме, о разбитых статуях, но уничтожение стольких прекрасных юношей, этих несравненных полихромных статуй, это ли не вандализм? Не станет ли город без красивых мужчин подобен городу, вся скульптура которого разбита? Какое удовольствие я получу, если пойду в ресторан, где меня обслужат старые замшелые шуты, напоминающие отца Дидона, если вообще не старушки в чипцах, так что мне может померещиться, что я зашел в бульонную дювалья. Дидон Анри 1840 1900 Доминиканский проповедник Да, мой друг, я думаю, что у меня есть основания говорить так, потому что прекрасное это все-таки прекрасное, воплощенное в живой материи. Велико удовольствие, когда тебе прислуживают существа арахитические, в сильных очках и с печатью непригодности на лицах. Теперь не так, как раньше. В ресторане ласкают глаз уже не официанты, а посетители. Но ведь слугу-то легко можно было увидеть снова, хоть они и менялись частенько. А вот поди узнай, кто этот английский лейтенант, и когда он снова придет сюда, ведь он пришел, быть может, первый раз, а завтра, возможно, будет убит. Когда Август Польский, как рассказывает очаровательный Муран, замечательный автор Кларис, обменял один из своих полков на коллекцию китайского фарфора, он совершил, на мой взгляд, дурную сделку. Пруст написал предисловие к книге Поля Мурана в 1921 году. В эту же книгу вошла и Клариса. Представьте только все эти огромные ливрейные лакей двухметрового роста, украшавшие монументальные лестницы наших лучших друзей. Все они убиты, а ведь они пошли на фронт в основном потому, что им сказали, что война продлится всего два месяца. «Да, они не знают, как я, силы Германии, доблести германской расы», сказал он, забывшись, и добавил, заметив, что слишком уж выдал себя, «я боюсь за Францию не столько из-за Германии, сколько из-за самой войны». В тылу воображают, что война — это как гигантский боксерский поединок, в котором все благодаря газетам принимают косвенное участие. Но это совсем другое, это болезнь, и когда вам кажется, что вы одолели ее в одном, она берется за другое. Сегодня будет освобожден Нуайон, а завтра уже не будет хлеба и шоколада, а послезавтра тот, кто чувствовал себя довольно спокойно и, казалось, пошел бы в случае чего под пули, о которых реально ничего не знает, потеряет голову, прочтя в газетах, что призывается его возраст. Что до монументов уникальных шедевров, как Реймский собор, то меня не столько пугают их уничтожения, сколько уничтожения огромного числа построек, благодаря которым у самой маленькой французской деревни были и назидания, и очарования. Я тотчас вспомнил о Камбре, но некогда мне казалось, что я унижу себя в глазах госпожи де Германт, если расскажу о том незначительном положении, какое занимала там моя семья. Я спрашивал себя, не узнали ли об этом Германты и Шарлю от Леграндена, Свана, Сен-Лу либо Муреля, но такое умолчание было даже не так тяжело, как необходимость объясняться. И мне хотелось, чтобы господин де Шарлю не заговорил о Камбре. Я вовсе не хочу сказать ничего плохого об американцах, продолжил он, их благородство неистащимо, и так как в этой войне у оркестра нет дирижера и каждый входит в танец, когда захочет, а американцы начали, когда мы почти закончили, у них еще остался задор за четыре года войны у нас поостывший. Даже до войны они любили нашу страну, наше искусство, дорого платили за наши шедевры. Их теперь много в Америке, но все это беспочвенное искусство, как выражался господин Боррес, и оно не имеет ничего общего с тем, что составляет неповторимую привлекательность Франции. Боррес Моррес, 1862-1923, автор, помимо прочих, книги, вырванные с корнем. Замок разъясняет церковь, а сама она, как место паломничества, разъясняет эпос. Мне нет нужды превозносить славу моих предков и их союзов, и, впрочем, не об этом речь. Но недавно, чтобы решить одну проблему, возникшую между мной и семьей, хоть у меня в последнее время и охладились отношения с этой четой, я посетил мою племянницу Сен-Лу, живущую теперь в Комбре. Комбре совсем маленький городок, как множество других. Наши предки были изображены на нескольких витражах собора, как дарители. В других витражах были наши гербы, там был наш предел, там наши могилы. Храм разрушен французами и англичанами, потому что служил наблюдательным пунктом для немцев. Смесь уцелевшей истории и искусства, основа Франции погибла. И это еще не все. Я, разумеется, не настолько глуп, чтобы по семейным соображениям ставить на одну доску разрушения церкви в Комбре с разрушением Реймского собора, который каким-то чудом, как ни в чем не бывало, воскресил чистоту линий античных статуй или собора в Амьене. После того, как немцев выбили из Реймса, они, заняв окружающие высоты, четыре года бомбили город. Генералы в таких случаях говорят, что перманентная бомбардировка подрывает моральный дух противника. Кажется, в современной военной теории только это положение не претерпело изменений. Я не знаю, поднята ли еще сегодня рука святого Фермина. Святой Фермин 287-й или 303-й первый Амьенский епископ. Если уже нет, то высочайшее утверждение веры и силы духа исчезло из этого мира. Его символ, мсье, ответил я, и я, как и вы, почитаю некоторые символы. Но было бы абсурдно приносить в жертву символу символизируемую им реальность. Собором должно поклоняться лишь до тех пор, пока для их сохранения не нужно отвергать истину, утверждаемую ими. Поднятая рука святого Фермина выражает почти военный приказ «Да погибнем все мы, если этого требует долг». Нельзя приносить людей в жертву камням, красота которых лишь ненадолго запечатлела человеческие истины. «Я понимаю, что вы хотите сказать», ответил господин де Шарлю. «Со стороны господина Бореса, увы, слишком поздно отправившего нас в паломничество к Страсбургской статуе и к могиле Даруледа, было мило и трогательно говорить, что Реймский собор не так дорог нам, как жизнь наших пехотинцев». Берулед Поль 1846-1914 основатель и президент Лиги патриотов. Его сменил Борес. В последнем было организовано паломничество к могиле Беруледа от Страсбургской статуи. Это высказывание выставляет в довольно смешном свете ругань наших газет, обрушившихся на немецкого генерала, который сказал, что Реймский собор был ему не так дорог, как жизнь немецкого солдат. Впрочем, как раз то, что обе стороны говорят одно и то же, раздражает и удручает причины, по которым германские промышленные объединения объявляют, что обладание Белфортом необходимо для защиты нации от наших реваншистских идей, по сути, те же, из-за которых Борес требует маянца, чтобы защитить нас от поползновений Боши и вторгнуться на наши земли. Почему восстановление Эльза Слатарингии показалось Франции мотивом, недостаточным для начала войны, но достаточным для ее продолжения, чтобы каждый год возобновлять военные действия? Вы, кажется, считаете, что отныне победа Франции гарантирована. И я желаю этого от всего сердца, не сомневайтесь, но с тех пор, как не без основания, либо по ошибке, союзники уверились в скорой победе, со своей стороны я дивлюсь их расчетом и вижу лишь множество бумажных пировых побед, о цене которых нам не говорят. И в том, что Боши теперь в победе не уверены, стало заметно, что Германия старается ускорить наступление мира, а Франция пытается продлить войну. Это справедливая и имеющая основания говорить о справедливости Франции. Но ведь есть еще и добрая Франция, и она обязана произнести слово сострадания хотя бы только ради своих детей, чтобы цветы, устилающие землю весной, украшали не одни лишь могилы. Будьте искренни, мой дорогой друг, вы сами мне излагали теорию о вещах, существующих только благодаря вечно возобновляемому творению. Творение мира произошло не единовременно, говорили вы. Оно по необходимости должно совершаться каждый день. Итак, если вы искренни, вы не должны исключать из вашей теории войну. Наш превосходный Норпуа напрасно пишет, употребляя один из своих риторических аксессуаров, столь же дорогих ему, как «Рассвет Победы» и «Генерал Зима». Теперь, когда Германия захотела войны, кости в игре, истина в том, что каждое утро объявляется новая война. Стало быть, тот, кто хочет ее продлить, столь же виновен, как тот, кто ее начал, и, может быть, даже больше, потому что последний, вероятно, не предвидел всех ее ужасов. Никто ведь не скажет, что такая долгая война, даже если она должна привести к победе, не принесет вреда. Трудно говорить что-либо относительно операции, прецеденты которой, а равно и последствия, неизвестны. Хотя, конечно, бывает немало нововведений, вызывающих общее опасение. Самые дальновидные республиканцы полагают, что было безумием отделять церковь от государства. Оно, однако, прошло, как письмо по почте. Дрейфус реабилитирован, Пикар военный министр, и никто об этом не кричит. Пикар Жорж 1854 1914 Генерал Первым заподозривший Эстерхази в предательстве. Но почему же они не страшатся всеобщего переутомления от этой непрерывной многолетней войны? Что станут творить люди по возвращении? Усталость пройдет или сведет их с ума? Все это может плохо кончиться, если не для Франции, то, по крайней мере, для правительства, может быть, даже для общественного устройства. Вы мне как-то советовали прочесть восхитительную Эмэ Квани Морра. Амеда Квани 1769-1820 Монархистка, толкнувшая Толерана на предательство Наполеону и на служение делу монархии Ларус. Автор мемуаров, опубликованных в 1902 году, Шарлем Морром, впоследствии написавшим о ней книгу последней 1868-1952 один из основателей Аксьон Францесс, писатель, которого привлекали идеи фашизма. Я бы очень удивился, если бы какая-нибудь Эмэ Квани не ждала от войны ведомой республикой того, что она ждала от войны, которую в 1812 году вела империя. Если эта Эмэ действительно существует, вдруг да сбудутся ее ожидания. Я бы этого не хотел. Вернемся к самой войне. Разве ее начал император Вильгельм? Я в этом сильно сомневаюсь. Но даже если и он, то разве он сделал что-нибудь худшее, чем Наполеон? Я нахожу это отвратительным, но меня удивляет, что трепетные поклонники Наполеона находят действия Вильгельма ужасными. И эти-то люди в день, когда объявили войну, восклицали, как генерал По. Я ждал этого дня сорок лет. Это счастливейший день моей жизни. Видит Бог, возмущался ли кто-нибудь сильнее, чем я, когда в общество были допущены все эти националисты, милитаристы, когда любители искусства обвиняли в том, что их занятия несут гибель Родине, потому что всякая культура, неисповедующая войну, тлетворна. Едва ли теперь светский человек может тягаться с генералом. Одна сумасбродка чуть было не представила меня господину Севетону. Севетон Габриэль, депутат националист. Вы скажете мне, что я хотел защитить лишь правила хорошего тона, но, несмотря на кажущуюся бутафорность, они препятствуют многим эксцессам. У меня всегда вызывали уважение те, кто защищает грамматику или логику. Лет пятьдесят спустя мы поймем, что эти дисциплины спасли нас от многих бед. Однако наши националисты это законченные германофобы. Они будут стоять на своем до конца. И за пятьдесят лет их философия совершенно изменилась. На деле именно они способствуют продолжению войны. Но, видите ли, ради истребления агрессора и во имя мира. Ибо теперь воинственная культура, представлявшаяся такой прекрасной всего пятьдесят лет назад, наполняет их ужасом. Они уже не просто обвиняют Пруссию в преобладании в ней военного элемента. Они твердят, что милитаристская культура всегда оказывалась разрушительной в отношении всего, что теперь представляется им ценным. Не только искусств, но даже галантности. Достаточно обращения одного из этих критиков в национализм, и он неожиданно становится миролюбцем. Он убежден, что в любой воинственной культуре женщине отводится приниженная роль. Только попробуй сказать ему, что дамы сердца средневековых рыцарей и Беатрича Данте были, быть может, вознесены на столь же высокий трон, как героиня господина Деке. Деке Анри 1837-1899 драматург «Наверное, скоро мне придется ужинать за одним столом с русским революционером или каким-либо из наших генералов, ведущих войну из одного лишь страха и еще для того, чтобы покарать народ, культивирующий идеал, который сами они считали единственным тонизирующим средством пятьдесят лет назад». Всего несколько месяцев назад несчастного царя чтили, потому что он созвал Гаакскую конференцию. Но те, кто восхваляет теперь свободную Россию, забыли о документе, позволяющем ее прославлять. Барон имеет в виду либо Гаакские инициативы Николая Второго, либо Брестские соглашения, благодаря которым большевики удержались у власть. Так вращается колесо мира. И однако фразы, которые произносят в Германии, столь сходны с теми, что звучат в устах французов, можно даже предположить, что немцы нас цитируют, сами-то они не считают, что борются за существование. Когда я читаю, мы будем сражаться с жестоким и беспощадным врагом до тех пор, пока не заключим мир, который защитит нас впредь от любой агрессии, чтобы кровь наших бравых солдат не проливалась напрасно. Или же кто не с нами, тот против нас. Я не знаю, принадлежит эта фраза императору Вильгельму или господину Пуанкаре, потому что они ее в нескольких вариантах произносили приблизительно по двадцать раз тот и другой. Хотя по правде говоря, я должен признать, что император в данном случае подражал президенту республики. Франция не продержалась бы в этой долгой войне, если бы по-прежнему была слаба. И Германия не спешила бы такими темпами ее закончить, если бы не ослабла. Она не так сильна, как раньше, но еще сильна, и вы это увидите. У него вошло в привычку в разговоре громко выкрикивать слова от нервозности, из необходимости выплеснуть впечатления, от которых ему, не преуспевшему в каком-либо искусстве, надо было хоть как-то избавиться, как авиатору от бомб, сбрасывающему их куда попало, даже если его слова никого не трогали, и тем паче в свете, где они падали на удачу, где слушали его из снобизма по привычке, и поскольку он тиранил аудиторию, можно даже сказать еще и подневольно, из страха. К тому же на бульварах его выступление призвано было продемонстрировать презрение к окружающим, так что голос он не понижал и с пути не сворачивал. И поскольку его голос резал слух, речь его обращала на себя внимание, а главные люди оборачивались, ибо до них доходил смысл его фраз. Они могли принять нас за пораженцев. Я обратил на это внимание господина де Шарлю и тем очень его развеселил. «Соглас согласитесь, это было бы довольно забавно», ответил он. «В конечном счете», воскликнул он тут же, «никогда не известно, не станет ли кто-нибудь из нас предметом завтрашней хроники происшествий, а почему бы, собственно, не расстрелять меня в венсенских рвах». Венсен, предшествующая Версалю, резиденция французских монархов неподалеку от Парижа. Замок был впоследствии использован в качестве тюрьмы. Нечто подобное случилось с моим двоюродным дедушкой, герцогом Энгиенским. Герцог Энгиенский, 1772-1804, Луи-Антуан Анри, принц, последний представитель дома Конде, что еще раз подчеркивает исключительное благородство барона, внучатого его племянника. Расстрелян по приказу Наполеона по ложному доносу о заговоре. Убийство вызвало бурю негодования в европейских салонах. Жажда пустить благородную кровь сводит с ума чернь. Последнее выказывает в этом большую разборчивость, чем львы. Вы знаете, для этих животных, чтобы броситься на госпожу Вердюрен, достаточно ссадины на ее носу. На том, что в моей молодости называли пятачком. И он принялся хохотать во всю глотку, словно мы были одни в гостиной. «Иногда я замечал, что приближение господина де Шарлю исторгает из сумрака каких-то подозрительных типов, скапливающихся в некотором удалении. И я спрашивал себя, не доставлю ли я ему большего удовольствия, предоставив самому себе, или же мне следует сопровождать его и дальше. Так, встретив старика, склонного к частым эпилептическим припадкам, и поняв из непоследовательности поведения последнего, что, кажется, приступ неминуем, мы спрашиваем себя, нуждается ли он в нашем обществе, как возможном подспорье, или, скорее, мы опасны ему, как свидетеля, от которых он хотел бы скрыть свою болезнь, так что одно наше присутствие, быть может, тогда как полный покой помог бы устранить затруднения, приближает подучью. Но некоторая вероятность события, о котором неизвестно, состоится оно или нет, выявляется с помощью кругов, которые человек сам описывает, словно пьяный. В случае же господина де Шарлю эти многочисленные расходящиеся кругами обстоятельства предзнаменование вероятного инцидента, хотя я не был уверен, стремится он к нему или опасается, что мое присутствие помешает ему состояться, были какой-то хитроумной мизансценой, они включили в действие не самого барона, шествовавшего прямо, но целый круг статистов. Кажется, он все-таки предпочитал избегать столкновений и увлек меня за собой в поперечную улицу, где было еще темнее, чем на бульваре. Но, тем не менее, и там на нас постоянно сыпались, если только не к нему они сбегались, солдаты всех армий и наций, приток юношей, возместивший в утешение господину де Шарлю отток мужчин на передовую, образовавший пневматическую пустоту в Париже в первые дни мобилизации. Господин де Шарлю не замолкая восхищался их блестящей униформой, превратившей Париж в какой-то космополитический центр, порт, столь же неправдоподобный, как второй план на полотне художника, изобразившего несколько зданий, дабы на их фоне собрать в кучу разнообразнейшие, ярчайшие костюмы. В его уважении и привязанности к дамам, которых обвиняли в капитулянстве, ничего не изменилось. Так некогда он почитал дам, обвиняемых в дрейфусарстве. Он сожалел разве что, унизившись до политики, они дали повод газетным пересудам. Его отношение к ним было все тем же, ибо его легкомыслие носило систематический характер, и происхождение в соединении с красотой и другими положительными качествами было чем-то нетленным. А война, как и дело дрейфуса, была формой грубой и мимолетной. Расстреляй француза герцогиню де Германт за попытку сепаратного мира с Австрией. Он по-прежнему считал бы ее столь же благородной. В его глазах она была бы опозорена не больше, чем Мария Антуанетта, приговоренная к гильотине. Мария Антуанетта, 1755-1793, королева, жена 1770-й, Людовика 16-го. Говоря об этом, господин де Шарлю, благородный, как Сен-Валье или Сен-Мегре, был прямолинеен, непреклонен, торжествен, его речь была смела, хотя в ней и звучало жеманство, изобличающее людей его пошиба. Сен-Валье, герой драмы Гюго, король забавляется, 1832-й. Сен-Мегре, герой драмы Дюма, Генрих Третий и его двор, 1829-й. И все-таки, почему никто из них не может постоянно говорить нормальным тоном? Даже теперь, когда его голос отзывался низкими тонами, он фальшивил и как будто нуждался в настройщике. Впрочем, господин де Шарлю потерял голову в буквальном смысле этого слова. Он часто поднимал ее, сожалея, что не взял с собой бинокли, хотя это и не очень бы помогло. В тот вечер более обычного по причине позавчерашнего налета цепелинов, разбудившего бдительность общественных властей, бойцов в небе было так же много, как на земле. Я заметил аэропланы несколькими часами раньше. Они казались мне насекомыми, коричневыми пятнышками на фоне голубого вечера, а теперь их занесло в темноту, усугубленную мерцанием фонарей, словно затухавших, тлеющих головешек. Может быть, мы потому столь явственно ощущаем красоту, глядя на эти земные мерцающие звезды, что смотрим на небо, а обычно нечасто поднимаем к нему глаза. Теперь на Париж как в 1914 на Париж, почти без всякой защиты ожидавшей удара врага, падало древнее неизменное сияние мертвенной и волшебной ясной луны, изливавшей на еще нетронутые монументы бесполезную прелесть своего сияния. И так же, как в 1914, даже более многочисленные, чем тогда, помигивали огоньки то аэропланов, то прожекторов Эйфелевой башни. Было известно, что имя управляет умная, дружественная и неусыпная воля, и чувства, которые возникали во мне, были те же признательности покой, какие я испытывал в комнате Сен-Лу, в одной из скелей военного монастыря, где готовились в расцвете юности без колебаний принести себя в жертву столько ревностных и дисциплинированных сердец. Во время недавнего налета небо было подвижнее земли. Теперь оно успокоилось как море после бури. Но как море оно еще не было вполне спокойным. Аэропланы взлетали как ракеты, соединяясь со звездами, и прожекторы медленно чертили в изрезанном словно бледной звездной пылью небе блуждающие млечные пути. Теперь аэропланы стали словно составной частью созвездий, и благодаря этим новым звездам могло показаться, что мы очутились в другом полушарии. Господин де Шарлю выразил свое восхищение авиаторами, и так как он не мог уже воспрепятствовать тому, чтобы германофильство свободно изливалось в его речах, равно как и проявлению других своих наклонностей, в то же время отрицая то и другое, он сказал, впрочем, я добавлю, что меня также восхищают немцы, летающие в готосах, и еще на цепелинах, представьте, какой смелости нужно обладать, это настоящие герои, какой от них спрашивается вред, ведь лупят же по ним батареи, вы боитесь готосов? Я ответил, что нет, хотя, возможно, это было не совсем так. Поскольку лень приучила меня изо дня в день откладывать работу, наверное, я вообразил, что так же обстоит дело со смертью. Как можно бояться пушки, если мы знаем, что сегодня нас не убьют? Впрочем, поскольку мысли о падающей бомбе и возможной смерти протекали отдельно, они не добавляли в созданный мною образ полета немецких летательных аппаратов ничего трагического, пока как-то вечером из одного из них трясущегося, разрезанного на моих глазах валами туманного неспокойного неба аэроплана, который, хотя мне и была известна его смертоносность, представлялся мне лишь чем-то звездным и небесным, я не увидел, как бомба падает прямо на нас. Ибо подлинная реальность опасности воспринимается только в этой, несводимой к уже известному новизне, которая и зовется впечатлением, и оно часто, как в этом случае, сведено к одной линии, описывающей интенцию со скрытой мощью искажающего ее исполнения, тогда как на мосту Согласия, под грозным, затравленным аэропланом, словно то были отраженные в облаках фонтаны Елисейских полей, площади Согласия и Тюлери, светлые струи прожекторов преломлялись в небе, и это тоже были линии, преисполненные интенцией, прозорливых, охранительных интенций, людей могущественных, мудрых, которым, как ночью в Донсьерской казарме, я был благодарен за то, что они отдают свои силы, чтобы безоговорочно заботиться о нас. Ночь была так же прекрасна, как в 1914 году, и Париж был все в такой же опасности. Лунный свет, казалось, растягивал ласковое магниевое свечение, позволяя взять напоследок ночные отпечатки прекрасных ансамблей в Андомской площади, площади Согласия, и страх, который вызывал во мне мысль о том, что на них вот-вот обрушатся снаряды, придавал их еще нетронутой красоте некую завершенность, ведь они словно бы обрекли себя на гибель, не прося ни защиты, ни пощады. Вам не страшно? повторил господин де Шарлю. Парижане просто не отдают себе в этом отчет. Мне говорили, что госпожа Вердурен устраивает ежевечерние приемы. Я знаю об этом лишь понаслышке, то есть я совсем ничего о них не знаю, я с ними порвал, добавил он, опустив не только глаза, как если бы мимо прошел юный красавец, но также головы и плечи, и подняв руки в жести, выражавшем, если не я умываю руки, то по меньшей мере мне нечего добавить, хотя я ничего у него и не спрашивал. Я знаю, что Мурель постоянно там бывает, сказал он мне, упомянув его впервые. Говорят, он очень раскаивается и хочет со мной помириться, добавил он, выказывая разом легковерность человека из предместия, много говорят о том, что Франция участвует в переговорах с Германией активнее, чем когда-либо, и что переговоры даже идут вовсю, и влюбленного, которого не могут остудить и самые жестокие отказы. Во всяком случае, если он этого хочет, ему нужно только сказать, я старше, чем он, и не мне делать первые шаги. Говорить об этом было бессмысленно, настолько все было очевидно, но он был не совсем искренен и от неискренности своей чувствовал себя неловко. Было ясно, что, сказав, что первые шаги делать не ему, он, напротив, именно и делал такие шаги, рассчитывая, что я не сочту за труд их примирить. Мне известна эта наивная или притворная легковерность влюбленных, да и всех тех, кого где-либо не принимают, приписывающих объекту своих устремлений желания, которые последний, по правде говоря, не проявлял, несмотря на массу докучных ходатайств. Но из этого неожиданного волнения, с которым господин де Шарлю выразил свое желание, из беспокойства, дрогнувшего в глубине его глаз, я извлек впечатление, что помимо обыкновенной и банальной настырности, во всем этом было и нечто другое. Я не ошибся, и сейчас расскажу о двух фактах, ретроспективно мне это доказавших, говоря о втором, имевшем место после смерти господина де Шарлю, мне придется забежать на много лет вперед. Однако эта смерть произойдет значительно позже, и мы еще встретимся с ним, когда он превратится в совершенно нового человека, ни в чем не похожего на нашего знакомца, особенно когда встретим его в последний раз, в те времена, когда он окончательно забудет Муреля. Что касается первого из этих фактов, он произошел всего года два или три спустя, после того вечера, когда я шел по бульварам с господином де Шарлю. И так примерно через два года я встретил Муреля. Я сразу же вспомнил о господине де Шарлю. Я подумал, что встреча с Мурелем доставит ему огромное удовольствие, и мне захотелось, чтобы Мурель посетил его хотя бы один раз. Он сделал вам столько добра, сказал я Мурелю. К тому же он стар и может скоро умереть. пора забыть о прежних ссорах и помириться. Мурель, казалось, был целиком со мной согласен, но категорически отказывался нанести господину де Шарлю хотя бы один визит. «Вы не правы», сказал я, «как можно объяснить ваше поведение упрямством, ленью, злобой, нерепой гордыней, добродетелью, будьте уверены, она-то не пострадает, или кокетством?» «Скрепач» скривил лицо. Это признание ему несомненно дорого стоило, и, задрожав, ответил, «Да нет, в гробу я видал добродетель, а злоба наоборот. Мне его почти жаль, и дело не в кокетстве, тут оно неуместно и не в лени, мне иногда вообще делать нечего, дело вовсе не в этом, я не говорить только никому, да и дурак я, что говорю это вам, я не могу этого сделать от страха». Он весь дрожал. «Я признался, что не совсем понимаю, не спрашивайте меня, не будем больше об этом говорить, вы не знаете его, как я, можно сказать, что вы его вообще не знаете». «Но что он вам сделает? Тем паче, если между вами не будет никаких размолвок, он постарается быть как можно обходительней, к тому же доброта его вам известна». «Черт, мне ли не знать, как он добр, и деликатен, и порядочен, но оставьте меня, не говорите больше об этом, умоляю, в этом стыдно признаться, но я боюсь». Второй факт относится к тому времени, когда господина де Шарлю уже не было в живых. Мне прислали от него несколько сувениров и письмо в тройном конверте, написанное по меньшей мере лет за десять до кончины. Тогда он серьезно болел, составил завещание, а после выздоровел и еще не обрел той формы, в какой предстанет перед нами у принцессы де Германт. Письмо, забытое им в сейфе, с завещанными нескольким друзьям предметами, пролежало семь лет, и за это время он окончательно забыл Муреля. Письмо, написанное изящным почерком и твердой рукой, гласило, «Мой милый друг, пути проведения неисповедимы. Порой оно использует пороки посредственного человечушки, чтобы спасти от искушения добродетель праведника. Вы знаете Муреля, откуда он вышел, до каких вершин я хотел его превознести, иными словами, до своего уровня. Вы знаете, что он предпочел вернуться не к праху и пеплу, из которого всяк человек, будучи воистину фениксом, может возродиться, но к грязи, в какой ползает гадюка. Он пал, и это предостерегло меня от падения. Вы знаете, что на моем гербе тот же девиз, что у спасителя. Попрешь ты льва и змия. Псалмы, Псалом 90-й, стихи 12-й и 13-й. Это девиз Шарлю. Попрешь ты льва и змея, тогда как в источнике в псалмах растопчешь льва ты и дракона. На гербе изображен человек, попирающий своими стопами льва и змея, держащих щит. Но если я и смог раздавить собственного льва, льва в своей душе, то только благодаря змее, ее осмотрительности, которую я только что легкомысленно назвал пороком, ибо глубокая мудрость Евангелия делает из него добродетель, по меньшей мере добродетель для других. Наша змея, шипевшая воистину музыкально, когда она нас соблазняла, слишком чарующе, впрочем, была не только инструментом гармонии, пресмыкаясь, она обладала добродетелью, простирающейся до низости, которую я считаю теперь божественной, благоразумием. И если бы я признался вам, в чем было это божественное благоразумие, из-за которого он устоял перед моими воплями, когда я посылал сказать, чтобы он пришел ко мне, то я не получил бы покоя в этом мире и надежды на прощение в мире ином. И в этом он проявил себя инструментом божественной мудрости, ибо я решил, что он не уйдет от меня живым. Надо было, чтобы один из нас погиб. Я решил убить его. Господь внушил ему премудрость, чтобы охранить меня от преступления. Я не сомневаюсь, что заступничество архангела Михаила, моего святого покровителя, сыграло здесь значительную роль. И я молю его простить мне, что не вспоминал о нем столько лет и дурно ответствовал на его бесчисленные благодеяния, выказанные им исключительно ради моей борьбы со злом. Я обязан этим служителю Господню. Я говорю это в полной моей вере и рассудке, что Отец Небесный заставил Муреля не приходить. И так теперь я умираю. Преданный вам Семпер Идем П.Г. Шарлю. Всегда тот же латинское выражение. Тогда я понял, чего боялся Мурель. Конечно, было в этом письме много спесей и выспринности. Но признание было правдивым. И Мурель лучше, чем я знал, что что-то свойственное почти помешанному, как сказала госпожа Дегерман о своем девере, не ограничивалось, как я доселе полагал, вспышками мгновенного бешенства, показного и недейственного. Но вернемся назад. Я шел бульварами с господином де Шарлю, только что подрядившим меня на посредничество в замирении между ним и Мурелем. Не услышав моего ответа, он продолжил. Я не знаю, впрочем, почему он не играет. Теперь не устраивают концертов по причине войны, но ведь танцуют, ужинают. Женщины изобретают амбрин для кожи. Первое значение — духи из эссенции амбры, получаемые из фекалий кашалота, чрезвычайно популярные в конце XIX века. Либо крем из искусственной амбры, не столь благовонной, смеси парафина и янтарной смолы. Праздниство наводнили то, что можно назвать последними днями, если немцы еще продвинутся наших помпей. Только крах избавит их от легкомыслия, и если лава какого-нибудь немецкого везувия, их морские орудия не менее ужасны, чем извержение вулкана, застигнет их за утренним туалетом, их движения будут увековечены. Так что века спустя дети будут видеть в учебниках госпожу Молле, собирающуюся положить последний слой румян, прежде чем отправиться к заложке или со стена де германт, только что нарисовавшую себе брови. Это будет материалом для лекций всяких будущих брюшо, легкомыслие эпохи десять веков спустя. Это материал для основательных исследований, особенно если он будет целиком законсервирован вулканической лилавой или чем-либо таким, что остается после бомбардировки. Какая находка для историков будущего, когда удушливые газы, вроде тех, что извергал Везувий, и завалы, вроде тех, что погребли Помпея, сохранят в целости жилища опрометчивых коллекционеров, не отправивших еще в байон, статуи и картины. Байон, город на юго-западе Франции, расположен на берегу океана, был далек от театра военных действий. Впрочем, это уж почти Помпеи. Уже год, как каждый вечер, эти люди лезут в подвалы, но не ради того, чтобы приложиться к старой бутылке Мутона, Ротшильда или Сента-Мильона, а ради того, чтобы припрятать драгоценности, как священники Геркуланума, застигнутые смертью в ту секунду, когда они выносили священные вазы. Неспроста существует некая привязанность к предмету, приносящему владельцу смерть. Париж ведь был основан не Гераклом, как Геркуланум, но что за сходство? И это прозрение, что есть у нас, присуще не только нашему времени. Каждая эпоха была им наделена. Мне приходит на ум, что нам, возможно, на завтра придется стать своего рода везувием, ведь жители чувствовали, что их ожидает судьба библейских проклятых городов. На стене одного дома в Помпеях нашли впечатляющую надпись «Содом Гаморра». При упоминании о Содоме и мысли, которые оно в нем пробудило, или при мысли о бомбежке, господин де Шаржу на мгновение поднял к небу глаза и тотчас опустил их долу. «Я восхищаюсь героями этой войны», сказал он. «Вы только подумайте, дорогой мой. В начале войны я опрометчиво составил мнение по поводу английских солдат, что они обыкновенные футболисты, излишне каменные, надменные, чтобы помериться силами с профессионалами. И какими профессионалами? То есть даже чисто эстетически они не больше не меньше греческие атлеты, понимаете, греческие, милейшие, молодые ученики Платона, или точнее спартанцы. Один мой друг поехал в Руан, где расположен лагерь, и увидел просто чудеса, чудеса невообразимые. Это уже не Руан, а совсем другой город. Конечно, остался и старый Руан с изможденными святыми на соборе. Разумеется, собор все так же прекрасен, но это уже нечто другое. И наши полю. Не могу даже сказать, какой вкус нахожу в наших полю, в молодых парижатах. Как этот вот, что идет с разбитным видом и такой забавной подвижной миной. Я частенько останавливаю их поболтать. Бездна остроумия, здравого смысла тоже. А возьмите парней из провинции, какие они милые и славные с их раскат if RRR и местечков Морго. Я много жил в деревне, спал на фермах, я понимаю их язык. Но восхищаясь французами, мы не должны принижать наших врагов. Это умолит нас самих. Вы не знаете, каков немецкий солдат. Вы как как я, не видели, как он марширует на параде, как идет строем по Унтерден-Линден. Обратившись к идеалу мужественности, эскиз которого был набросан им еще в Вальбеке, со временем, впрочем, тот набросок принял более философические формы, но по-прежнему не был чужд, абсурдных заключений, позволявших подчас, даже если только что он был выше этого, увидеть явную слабость обычного светского человека, принадлежавшего миру интеллекта, он сказал, «Представляете, великолепный молодец, солдат Бош, это существо сильное, здоровое, он не думает ни о чем, кроме величия своей страны». «Довичленд, юбер, аллес, не так уж глупо, а мы, пока они готовились, мужали, погружались в дилетантизм». Для господина де Шарлю это слово, по-видимому, означало что-то аналогичное литературе, ибо, вероятно, тотчас вспомнив, что я люблю словесность, и что у меня когда-то было намерение посвятить себя ей, он хлопнул меня по плечу, воспользовавшись случаем, он оперся на меня, причинив такую же боль, какую мне довелось испытать на военной службе с отдачей 76-го, и сказал, как бы смягчая укоризну, «Да, мы скатились в дилетантизм. Все мы, и вы тоже. И вы можете, как и я, сказать, мэ-кулпа. Мы все слишком поверхностны». Мэ-кулпа, локуция, значащая по моей вине формула «при покаянии у католиков». От неожиданности упрека, от того, что у меня не хватило духу возразить, от почтительности к собеседнику и растроганности его дружеской добротой, я ответил, как ему и хотелось. Мне стоило еще постучать себя кулаком в грудь, что, правда, было бы и вовсе глупо, ибо я не мог упрекнуть себя ни в малейшем дилетантизме. «Ладно», — сказал он мне. «Я вас оставляю», — группа, сопровождавшая его издали, рассеялась. «Пойду спать, как и положено пожилому человеку, тем паче, что война изменила все наши привычки». Один из этих идиотских афоризмов — столь любимый Норпуа. Впрочем, мне было известно, что, вернувшись домой, господин де Шарлю вновь окажется среди солдат, ибо он оборудовал дворец под военный госпиталь, подчиняясь, полагаю, потребностям не столько воображения, сколько доброго сердца. Наступила тихая прозрачная ночь. Мне казалось, что сено, текущее через круглые пролеты арки и ее отражение, в чем-то была схожа с босфором. И символизируя то ли нашествие, предсказанное пораженцем де Шарлю, то ли объединение мусульманских братьев с французскими армиями, луна, узкая и изогнутая, как цехин, казалось, вместило все парижское небо под восточным знаком своего полумесяца. Однако еще с минуту, прощаясь со мной, господин де Шарлю тряс мне руку, словно желая ее раздавить. Немецкая привычка таких, как барон. И, как сказал бы Котар, массировал ее так некоторое время, словно ему хотелось придать моим суставам гибкость, вовсе ими не утраченную. Некоторым слепым осязание в какой-то мере восполняет зрение. Я не знаю, какое чувство заменяло барону осязание. Он хотел, наверное, просто пожать мне руку, как бывало. Хотел взглянуть на синегальца, прошедшего в сумраке, и не соблаговолившего заметить, какое восхищение вызвал. Но в обоих случаях барон перебарщивал. Он грешил приверженностью к прикосновениям и взглядам. Разве в этом не весь восток Декана, Фромантена, Энгера, Элакруа, вопрошал он, остолбенев от синегальца. Декан Александр Габриэль, 1803-1860, живописец и график. В его творчестве присутствует и восточная тема. Знаете, если я и интересовался вещами и людьми, то только как художник, как философ. Впрочем, я слишком стар. Но какое несчастье, что, дабы завершить картину, один из нас не одолиск. То, что преследовало мое воображение, когда барон оставил меня, было не востоком Декана, не даже Делакруа, но старым востоком Тысячи и одной ночи. Так некогда мною любимой, и мало-помалу погружаясь в лабиринт темных улиц, я размышлял о халифе Гарун Аль-Рашиде, ищущем приключений в глухих кварталах Багдада. Но от жары и ходьбы я испытывал сильную жажду, а все бары давно закрылись. И редкие встречные такси, за рулем которых сидели левантинцы или негры, из-за нехватки горючего даже не утруждали себя ответить на мои призывы. Единственным местом, где я мог утолить жажду и набраться сил для возвращения домой, был бы все равно отель. Но с тех пор, как Готтасы стали бомбить Париж, на таких удаленных от центра улочках, как та, куда я забрел, было закрыто все. Закрыты были и магазины, и бы лавочники разъехались за недостатком служащих или страха по деревням, оставив объявления, написанные, как водится, от руки, в которых говорилось, что магазин откроется не скоро, да и то не наверняка. Другие чудом уцелевшие извещали, что бывают открыты два раза в неделю. Чувствовалось, что нужда, запущенность и страх поселились в этих кварталах. Тем сильнее было мое удивление, когда в череде заброшенных домов нашелся такой, где, казалось, жизнь одолела ужас и разрушение, где было сохранено довольство и благополучие. Свет за закрытыми ставнями, рассеянный согласно предписаниям полиции, свидетельствовал, однако, что об экономии здесь не заботится. И ежесекунда хлопала входная дверь, впускавшая или выпускавшая посетителя. Наверное, местные коммерсанты по поводу денег, выручаемых владельцами отеля, исходили черной завистью. Я ощутил сильное любопытство, когда заметил, что метрах в пятнадцати от меня, то есть слишком далеко, чтобы я мог разглядеть его в кромешной темноте, промелькнул вышедший из здания офицер. Тем не менее, что-то меня в нем поразило. Не лицо, которого я не разглядел, и не форма, скрытая широким плащом, скорее, необычайное несоответствие между траекториями, по которым двигалось его тело, и временем, в течение которого это происходило. Это походило на попытку бегства из окружения. Так что я подумал, хоть и не узнал его наверняка, не об осанке, стройности, походке, стремительности Сен-Лу, а своего рода везде сущности, столь для него характерной. Военный, способный занять в течение такого короткого отрезка времени столь многие точки в пространстве, не заметив меня, исчез в темноте. А я остался, спрашивая себя, стоит ли заходить в отель, скромный фасад которого пробудил во мне сомнение, был ли тот человек действительно Сен-Лу. Мне невольно пришло на память, что Сен-Лу как-то был безосновательно примешан к какому-то делу о шпионаже, потому что его имя упоминалось в перехваченном письме немецкого офицера. Впрочем, справедливость была восстановлена военными властями. Но против своей воли я сопоставил это воспоминание с тем, что увидел. Не служил ли этот отель местом встречи шпионов? Офицер исчез. А туда все входили солдаты разных армейских частей, и это только усилило мои подозрения. К тому же меня томила сильная жажда. Скорее всего, здесь можно было утолить и жажду, и, несмотря на вызываемое им беспокойство, мое любопытство. И так не только интерес, пробудившийся во мне от этой встречи, толкнул меня к маленькой в две-три ступени лестнице, за которой была дверь в вестибюль, открытая должно быть из-за жары. Я сразу понял, что утолить любопытство мне не удастся, потому что от лестницы, в тени которой стоял, слышал много просьб дать комнату и слышал в ответ, что комнаты все заняты. Но, кажется, для своих комнаты в гнезде шпионажа все же были, и простому моряку, объявившемуся чуть позже, поспешили выдать ключ от номера двадцать восемь. Оставаясь незамеченным, я разглядел нескольких солдат и двух рабочих, спокойно болтавших в душной комнатке, не без претензий, украшенной портретами женщин, вырезанными из журналов и иллюстрированных обозрений. Они беседовали тихо и выражали скорее патриотические идеи. «Что поделаешь? Все там будем?» — сказал один. «Да я-то уверен, что меня не убьют», — ответил другой на нерасслышанные мною слова. Ему кажется, надо было завтра возвращаться на передовую. «Ну, я так думаю, в двадцать два года и всего полгода постреляв, это было бы чересчур», — воскликнул он. И в его голосе, сильнее, чем желание жить долго, сквозила убежденность, что он рассуждает здраво, словно от того, что ему исполнилось всего двадцать два, у него было больше шансов выжить, и смерть его была невозможна. «А Париж это впечатляет. Не скажешь, что война», — сказал другой. «Ну что жило? Ты все так же насчет пороха? Само собой. Я хочу туда попасть и накостылять всем этим гнусным бошем». «Да ну, Жофру только по женам министров таскаться. Ничего он больше не умеет. Слушать вас тошно», — сказал авиатор постарше, обернувшись к рабочим, только что заметившему. «Я бы вам советовал не трещать так на первой линии. Пуалю вас быстро отделают». Банальность этих разговоров не возбуждала во мне желание слушать их и дальше. И я собирался уже либо уйти, либо пройти вперед, когда услышал слова, заставившие меня содрогнуться, так что от моего равнодушия не осталось и следа. «Вот дела. Патрон-то не вернулся. Черт, поди пойми, где он возьмет сейчас цепи-то. Да его ведь привязали уже. Привязать-то привязали. Меня так привяжи, я мигом бы отвязался. Но замок-то закрыт. Закрыт-то закрыт. Но слуть чего откроется. Хреново, что цепочки коротковат. «Что ты мне объясняешь? Я вчера его всю ночь лупил. У меня даже руки были в кровище. Тебе сегодня?» «Не мне. Марис, моя очередь завтра». Патрон обещал. Теперь я понял, зачем нужны были крепкие руки моряка. Сюда не пускали мирных буржуа, не только потому, что в этом отеле было шпионское гнездо. Здесь должно совершиться ужасное преступление, если никто не сможет вовремя остановить его и арестовать виновных. Во всем этом, однако, а также в тихой и грозной ночи было что-то от сновидений, от сказки, и, исполнившись и гордости поборника справедливости, и сладострастия поэта, я решительно вошел. Я слегка тронул шляпу, и присутствующие, не тревожась более или менее вежливо, ответили на мое приветствие. «Не скажете ли, к кому мне обратиться? Мне нужна комната, и чтобы мне принесли попить». «Погодите минуту, Патрон вышел». «Но ведь шеф наверху?» — заметил один из собеседников. «Ты же знаешь, его нельзя беспокоить». «Вы думаете, мне дадут комнату?» «Думаю, да». «Сорок третий должно быть свободен», — сказал молодой человек, уверенный, что его не убьют, потому что ему двадцать два года. И он слегка подвинулся на Софе, освобождая мне место. «Открыли бы, что ли, окно? Дымища здесь», — сказал авиатор. «И действительно, каждый из присутствующих курил». «Тогда закройте ставни. Знаете же, что нельзя светить из-за цепелинов?» «Не будет больше цепелинов. В газетах написали, что они все попадали». «Не будет, не будет. Что ты об этом знаешь?» «Вот просидишь, как я, год и три месяца на фронте. Собьешь свой пятый бошевский самолет, тогда и говори. Не надо верить газетам. Они вчера летали на Компьень. Убила мать с двумя детками. Небольшой город к северо-востоку от Парижа». «Мать с двумя детками?» — воскликнул с глубоким состраданием и огнем в глазах молодой человек, надеявшийся, что его не убьют. У него было мужественное и открытое, очень располагающее лицо. Что-то нет весточки от Джуло-старшего. Его крестная не получала от него писем уже неделю. Впервые он так долго ей не писал. Крестная — условное обозначение женщины, опекавшей солдат. Кто это его крестная? — Та дама, у которой нужный дворец чуть ниже Олимпии. Олимпия-трактир. Он с ней спит? Что ты такое говоришь? Она дама замужняя, важная. Она ему денег посылает каждую неделю, потому что добрая. О, шикарная женщина! — А ты-то его знаешь, старшего, Джуло? — Знаю я его, — пылко ответил молодой человек двадцати двух лет. Да мы с ним лучшие друзья. Таких, как он, на свете не сыскать. И друг такой хороший всегда поможет. Да, вот беда-то, если с ним что случилось. Предложили партию в кости. И потому как молодой человек суетился, бросал и выкрикивал номера, тараща глаза, легко можно было понять, что у него темперамент игрока. Я не расслышал, что ему сказали немного погодя. Но он воскликнул с досадой. — Джуло! Кот! Сутенер. — Это говорят, что кот. Он бы до такого не допер. Я сам видел, как он своей бабе платил. Да, видел. То есть я не говорю, что Жанна Алжирка ему совсем ничего не давала. Но она ему не давала больше пяти франков. А баба эта была при борделе. И получала по пятьдесят франков в день. Брать по пять франков надо быть дураком. И теперь, как он на фронте, жизнь у нее тяжелая, согласен. Но она получает, сколько хочет. И не посылает она ему ничего. Джуло! Кот! Много таких, кого можно было бы назвать котами, если уж на то пошло. Он даже не то, чтобы не кот. Он вообще простак. Старший из них по возрасту, должно быть, обязанный хозяином блюсти некоторую воздержанность, услышал, возвращаясь из уборной, лишь конец разговора. Он не удержался и бросил на меня взгляд. Казалось, он был явно недоволен впечатлением, которое разговор должен был произвести на меня. Не обращаясь непосредственно к двадцатидвухлетнему молодому человеку, намеревавшемуся, по-видимому, изложить теорию продажной любви, он сказал, как бы ни к кому не обращаясь. Вы разговариваете слишком уж громко. Окно открыто. А бывают люди, которые в это время спят. Неужто непонятно, что если бы патрон вернулся и услышал вас, он бы не обрадовался? В ту же секунду дверь открылась. Все умолкли, подумав, что это патрон. Но это был шофер-иностранец. Его приветствовали с радостью. Однако, заметив прекрасную цепочку от часов, красовавшуюся на его куртке, двадцатидвухлетний молодой человек бросил на него вопросительный и веселый взгляд, затем нахмурил брови и поморгал, многозначительно кося в мою сторону. И я понял, что первый взгляд означал, ну что, стащил-таки, поздравляю, а второй, ничего не говори при этом типе, мы его не знаем. В тот час вошел патрон, таща за собой несколько метров толстых железных цепей. Ими можно было связать нескольких каторжников. Весь в поту он сказал, тяжело же мне, дармоеды, помочь, что ли, нельзя было. Я попросил комнату. Только на несколько часов я не нашел экипажа и немного болен. И я хотел бы, чтобы мне принесли попить. — Пьер, иди в погреб. Посмотри черной смородины и скажи, чтоб приготовили номер сорок три. Опять седьмой звонит. Говорят, больны. Больны они, мать их, за ногу. Коко нанюхались, вот и поехали. Пора их отсюда. Отнес постельное белье в двадцать второй. Хорошо. Сбегай в седьмой, посмотри. Ну, Морис, чего? Заждался? Знаешь ведь, что тебя ждут? Марш в четырнадцать бис. И живехонько. И Морис быстро вышел вместе с патроном, уносившим цепи. Несколько расстроившимся, что я их видел. — Что ж ты так поздно? — спросил молодой человек двадцати двух лет у шофера. — Что поздно? У меня еще час в запасе. Запаришься бегать-то? Мне только в полночь. — Так чего ж тогда пришел? — Из-за прекрасной помелы. — Ответил шофер, и улыбка обнажила его красивые белые зубы. — А-а-а! — ответил двадцатидвухлетний. Вскоре меня провели в комнату сорок три. Но там было так противно, а мое любопытство было столь велико, что, выпив смородины, я спустился по лестнице, затем, передумав, вернулся и, пройдя выше этажа, на котором находилась комната сорок три, дошел до самого верха. И тут из-за одной двери в конце коридора послышались приглушенные стоны. Я живо подошел и приложил ухо. — Прошу вас, смилуйтесь, смилуйтесь ради бога, отвяжите меня, не бейте так больно, — говорил один голос. — Я буду целовать вам ноги. Я умоляю вас, я больше никогда не буду, жальтесь. — Нет, сволочь, и раз уж ты орешь и ползаешь на коленях, — Сейчас мы прикуем тебя к кровати, безжалостно. И я услышал, как щелкнула плеть, вероятно, с железками, ибо тотчас последовал вопль. Тут я заметил, что в этой комнате было слуховое окно, занавеску на котором задернуть забыли. Крадучись в сумраке, я подобрался к нему и увидел перед собой прикованного к кровати, подобно Прометею, господина де Шарлю, получающего удары плетью с остальными крючьями на конце, наносимые Морисом, окровавленного и покрытого синяками, свидетельствовавшими, что пытка началась уже давно. Внезапно дверь отворилась, и кто-то вошел, к счастью, не заметив меня. Это был Жупьен. Он приблизился к барону, вид его выражал почтение, он хитровато улыбался. — И так я вам не нужен? Барон попросил его увезти на минутку Мориса. Жупьен выставил того вон, совершенно с ним не церемонясь. — Нас не могут услышать? — спросил барон у Жупьена, подтвердившего ему, что нет. Барон знал, что у Жупьена не было никакой практической смекалки, что в присутствии заинтересованных лиц он выражался слишком прозрачными намеками и употреблял прозвища, понятные всем. — Секунду! — перебил Жупьен, услышав звонок из комнаты номер три. Это был депутат от Аксион Либераль. Он уходил. Аксион Либераль, преимущественно католическая организация, вошла в национальный блок в 1919 году. Жупьену не нужно было смотреть на табло, потому что он узнал его колокольчик. Обычно депутат приходил после завтрака. В тот день расписание изменилось от того, что в полдень дочь его вышла замуж в Сен-Пьер-де-Шайо, церковь в Париже. То есть он пришел уже вечером и торопился уйти пораньше из-за жены, пугавшейся, если он возвращался поздно, особенно теперь, когда бомбардировки участились. Жупьену хотелось проводить его до дверей, чтобы засвидетельствовать почтение, питаемое им к званию депутата. Впрочем, без какого бы то ни было личного интереса. Ибо хотя этот депутат и отвергал крайности Аксион Францесс, однако не был способен понять ни строчки Шарля Морра или Леона Дуде, и был короток с министрами, любившими с ним охотиться, Жупьен не осмелился бы просить его поддержки в своих недоразумениях с полицией. Леон Дуде, 1868-1942, журналист и писатель, сын Альфонсо Дуде. И Морра, и Дуде принимали активное участие в создании Аксион Францесс, полуфашистской, полукатолической группировки. Он знал, что если он и заговорит об этом с удачливым и трусливым законодателем, то это не только не убережет его от самого безобидного обыска, но и приведет к потере щедрейшего из клиентов. Проводив до дверей депутата, который, нахлобучив шляпу на нос, поднял воротник и заскользил, как скользил он в своих депутатских речах, рассчитывая спрятать лицо. Жупьен поднялся к господину де Шарлю, сказав, это был господин Эжен. В доме Жупьена, как в клинике, людей звали по именам, спеша добавить на ухо, чтобы удовлетворить любопытство завсегдаты и повысить престиж заведения, еще и фамилию. Иногда, правда, Жупьену не было известно, кем являлся его клиент, и тогда он пускался в фантазии, заверяя, что это такой-то биржевик, дворянин, артист. Но ошибался он в мелочах, и это даже забавляло тех, на чей счет он заблуждался. И в конце концов Жупьен смирялся со своим неведением, кем был какой-нибудь господин Виктор. Жупьен привык также, чтобы угодить барону, нарушать правила гласности, принятые в собраниях. «Позвольте представить вам господина Лебрена». И на ухо он просит называть себя господином Лебреном, но в действительности это великий князь из России. Жупьен чувствовал, что недостаточно просто представить господину де Шарлю приказчика из Молошной. И потому бормотал, подмигивая, «Это приказчик из Молошной». Но вообще-то, по правде говоря, один из опаснейших бандитов Бельвиля. Надо было видеть, как игриво произносил Жупьен слово бандит. Бельвиль — пригород Парижа. И поскольку и этого было недостаточно, он старался присовокупить ряд славных доказательств. Несколько раз был осужден за кражи ограбления, сидел в Фрезне за драки, тем же игривым тоном, с прохожими, потому что слегка их изувечил. Был в штрафном на Лимпопо и убил своего сержанта. В Фрезне тюрьма недалеко от Парижа. Штрафной на Лимпопо штрафной африканский батальон. Барон даже слегка сердился на Жупьена, зная, что в этом заведении, по его же поручению, купленном его доверенным лицом, и в котором он же с одним помощником распоряжался, по оплошности дяди мадемуазель де Олурон, всем было более или менее известно, кто он и как его зовут. Многие, однако, полагали, что барон де Шарлю — всего лишь прозвище. Они искажали его имя, делали в нем ошибки, и в итоге честь барона зависела не столько от сдержанности Жупьена, сколько от глупости остальных. Но барон счел, что проще положиться на заверение Жупьена, и, успокоенный тем, что их не могут услышать, сказал, я не хотел говорить при этом малыше, он очень мил и старается изо всех сил, но мне кажется, он недостаточно груб. У него приятная внешность, но когда он называет меня сволочью, создается впечатление, что он повторяет урок. — Но ему ничего никто не говорил, — ответил Жупьен, не замечая неправдоподобности своего утверждения. — Он, кстати, привлекался по убийству одной консьержки из лавалетт. — Да? — Это интересно, — ответил барон, улыбаясь. — У меня, кстати, есть один мясник, мужик с бойни, похож на него. Попал сюда чисто случайно. — Желаете попробовать? — О, да, охотно. Я видел, как вошел мужик с бойни. Он действительно чем-то походил на Мориса. Но гораздо интереснее было то, что в облике этих двух молодых людей было что-то типичное. Лично я никогда не выделял его из прочих, но к этому типу, как я внезапно понял, относился и Морель. Они походили, если не на самого Мореля, каким я его знал, то, во всяком случае, на лицо, какое человек, смотревший на Мореля под иным углом зрения, чем я, мог бы составить из его черт. Стоило мне только воссоздать в уме, порывшись в памяти, облик Мореля, каким его могли видеть другие. Как я понял, что эти юноши, один приказчик-ювелир, второй служащий отеля, были его смутными подобиями. И не следовало ли из всего этого, что господин де Шерлю, по крайней мере в некоторых своих склонностях, был всегда верен все тому же лицу? А побуждение, остановившее его выбор на двух этих юношах, было таким же, какое толкнуло его к Морелю на перроне Донсьерского вокзала. То есть все они походили на Эфеба. И именно линии этого образа, вырезанного как в сапфире в глазах де Шерлю, придавали его взгляду что-то неповторимое, столь испугавшее меня в нашу первую встречу в Баальбеке. Или же его любовь к Морелю определил интерес именно к такому типу внешности. И он, чтобы утешиться в разлуке, подыскивал напоминавших его людей. Я подумал также, что, быть может, между ним и скрипачем, вопреки тому, что мнилось окружающим, никогда не было ничего, кроме дружбы, что господин де Шерлю заставлял Жупьена отыскивать юношей чем-то схожих с Морелем, чтобы благодаря им вкусить иллюзию наслаждения именно с ним. Правда, если подумать, что господин де Шерлю сделал для Мореля, это предположение может показаться неправдоподобным. «Если бы мы не знали, что любовь не только толкает нас на величайшие жертвы ради любимого существа, но иногда вынуждает принести ему в жертву даже само наше желание, которое, впрочем, тем менее исполнимо, если любимое существо знает, как сильна наша любовь». И от неправдоподобия этой догадки, которого она при первом рассмотрении не лишена, хотя и это, безусловно, не соответствует действительности, не останется почти ничего, учитывая страстный характер и нервический темперамент господина де Шерлю, в этом пункте схожий с характером Сен-Лу. И в начале его отношений с Морелем эта чувствительность могла сыграть ту же роль, и эта роль была бы и резчей, и негативней, какую она же сыграла в отношениях его племянника с Рашелью. Хотя и это, безусловно, не соответствует действительности, образчик — введение Прустом невероятных утверждений. Особенно ярко это проявилось на материале Альбертины. Нагромоздив по ее поводу самые жуткие предположения, автор, в конце концов, уверяет себя, а заодно и читателя, что это, конечно, не так, и переходит к другой теме, чтобы, вернувшись, упоминать отвергнутые предположения, как не подлежащие сомнению факты. Для того, чтобы отношения с возлюбленной — это может распространяться и на любовь к юноше — остались платоническими, можно найти и другие причины, помимо женской добродетели и нечувственной природы любви, которую она внушила. Подчас любящий слишком нетерпелив от избытка любви. Он не всегда находит в себе достаточно сил, чтобы притворяться равнодушным, ожидая того момента, когда получит все, чего хочет. Его осада длится постоянно. Он ежедневно пишет возлюбленной, пытается чаще с ней встречаться. Она отказывает, он приходит в отчаяние. Как только ей становится ясно, что ее общество и дружба представляются сокровищами тому, кто знает, что лишен их, она изыщет возможность лишать его этого и впредь, и, пользуясь той минутой, когда разлука с ней уже непереносима, когда он будет готов любой ценой положить конец войне, обложат его миром, первым условием которого будут латонические отношения. Впрочем, за время, предшествующее этому соглашению, влюбленный, постоянно тоскуя, алкая письма и взгляда, забывает и думать о физическом обладании. Желание измучивает его поначалу, но иссякает от ожидания и уступает место нуждам другого порядка, более мучительным, впрочем, поскольку их еще сложнее удовлетворить. Так позднее мы получаем то удовольствие, какое вначале надеялись извлечь из ласк. В совершенно искаженном виде получаем, в виде дружеских слов, обещаний быть рядом. И эти слова, после измучившей неопределенности, иногда после взгляда, омраченного тенью отчуждения, так отдаляющего нас от человека, что мы уже думаем, что никогда его не увидим, приносят, наконец, разрядку. Женщины понимают и испытывают счастье от того, что вовсе не обязательно отдаваться тем, в ком они ощутили, хотя те и излишне нервничали поначалу, добиваясь своего, неисцелимое желание обладать ими. Женщина радуется, что, не отдавая ничего, получает гораздо больше, чем обычно получала, отдаваясь. Так люди, экзальтированные, начинают верить в добродетель своего идола. И этот ореол, который они вокруг нее создают, стало быть всего лишь производное, хотя и несколько опосредованное их чрезмерной любви. Тогда женщина в бредовом сне оказывается в одном ряду с некоторыми коварными лекарствами типа снотворных морфина. Они настоятельно необходимы вовсе не тем, кто испытывает от них удовольствие сна или иные услады. Не эти люди заплатят за них золотом, обменяют на них все, чем владеют. Уже другие больные, может быть, впрочем, те же, но спустя несколько лет ставшие другими, которым средства не принесет ни сна, ни неги. Лишившись его, будут снедаемы тревогой, и их единственным желанием станет избавиться от нее любой ценой, даже ценой жизни. Вернемся к господину де Шарлю, история болезни которого, если не считать того, что страсть его была обращена к представителям того же пола, была подвержена общим законом любви. Что с того, что семья его была древнее Капитингов? Что с того, что он был богат? Что в нем не чаяло души самое изысканное общество? Что с того, что Мурель ничего собой не представлял? Напрасно твердил он тому, как некогда мне. «Я принц, и желаю вам добра!» Если Мурель не хотел уступать, в выигрыше опять-таки оставался он. Капитинги, французская монархическая династия, 987-1328. И для того, чтобы не уступить, ему достаточно было, должно быть, чувствовать себя любимым. Такой же страх испытывают важные особы перед снобами, изо всех сил стремящимися с ними подружиться. Муж перед гомосексуалистом, женщина перед всяким чрезмерно влюбленным. Господин де Шарлю не только обладал всеми мыслимыми преимуществами, но и наверняка предоставил бы большую их часть Мурелю. Однако все это разбилось о чужую волю. И здесь господин де Шарлю опять был скорее немцем, к которым к тому же принадлежал Покровит. А немцы в этой войне, о чем так охотно твердил барон, одерживали победы на всех фронтах.